Сегодня у нас тема о собственном сообществе и взаимодействии разных сообществ друг с другом. И, наверное, ключевой вопрос – это вопрос о тех границах, с которыми сталкиваются сообщества. Что это за границы, как люди сообщества понимают, стремятся ли эти границы преодолевать, и насколько важно взаимодействие между разными сообществами. В рамках предыдущей дискуссии уже как-то пришли к выводу, что взаимодействие очень важно, и очень важно взаимодействовать именно с разным сообществом, разной направленности. Когда правозащитники взаимодействуют с художниками, теоретики еще при этом взаимодействуют, то тогда это дает свой эффект. У нас отчасти продолжение темы, а отчасти немножко другой разворот. И сегодня у нас представители разных сообществ. Оксана Жгеровская у нас артистические сообщества представляет. Иван Веденин представляет Талакабай, такую платформу сообществ. Татьяна Щурков представляет феминистические сообщества. И Светлана Полищук о фотографическом сообществе будет говорить. И может быть, немножко мы закроем тему академического сообщества. То есть идея была в том, чтобы сравнить эти сообщества друг с другом, выяснить, одинаковые ли трудности у разных сообществ, одинаковые ли ресурсы, цели и одинаковые ли трудности. Имеет смысл, возможно ли в этой ситуации в Беларуси все-таки, несмотря на различия, взаимодействовать сообществом. Ну и первый такой наш круг. Мы хотели просто представить, чтобы каждый представил то сообщество, которому он принадлежит, или сообщество, с которым он работает. И рассказал, как видит цели, ресурсы, для чего это сообщество существует, какие задачи ставит, как бы можно было выглядело с этим концентром. Ну что, с кого мы начинали? Ну, цвет? Я решила, но я боюсь, что не получится никакой. Хорошо. Я буду говорить о сегодняшней дискуссии в большей части фотографическом сообществе. Меня сообщество белорусских потомок очень интересовало, и было темой моих исследований, нескольких, о которых я скажу. Но вначале я бы хотела немножко сказать о том, о том системе координат, из которых я буду говорить о сообществе. Потому что, может быть, сразу не будет понятно, почему я буду говорить о белорусской фотографии именно в том аспекте, в том ключе, о котором я хотела бы говорить. Мы говорили в предыдущих дискуссиях о важности различных аспектов сообщества, но я для себя выделяю такой аспект, как коммуникацию, который из ключевых составляющих. И коммуникация внутри сообщества является такой связкой, которая помогает людям превратиться из группы отдельных индивидуумов в некий коллектив. Конечно, речь не о какой угодно коммуникации, а о такой коммуникации, которая, скажем так, community-oriented communication, ориентирована на сообщество. И все это вместе дает для художников, а я здесь буду говорить о фотографиях, именно в первую очередь как афар-фотографу, дает очень много бонусов. То есть сообщество помогает в признании, в поддержке, в легитимации определенных практик, в определенных эстетических выборов, которые делают фотографы в своей работе. Без этого взаимного одобрения и взаимного признания, пожалуй, сложно было бы существовать и работать. И здесь есть множество бонусов. Но я думаю, что ошибочно было бы говорить об этой коммуникации внутри сообщества как о целиком позитивном феномене. И мне создалось впечатление в нашей предыдущей дискуссии, когда мы тоже говорили о важности поддержки, что коммуникация внутри сообщества проговаривалась как такая финальная цель, финальное благо, к которому можно стремиться. Мне кажется, коммуникация внутри сообщества тоже может быть проблемной. И это хорошо, когда мы обсуждаем не только некое сходство, которое есть, наши общие идеи, наши общие взгляды, но и то разное, что у нас есть, наши разные идеи, разные взгляды. И особенно наше разное представление о том, каким должно быть наше сообщество. И вот в области белорусской фотографии мне как раз и было интересно исследовать вот эти конфликты, разные интерпретации, разные видения того, что такое белорусская фотография, как она должна развиваться, что важно, что не важно, какие средства подходят, какие не подходят. И таким объектом исследования, которым привлек мое внимание и занимал меня в течение нескольких лет был форум, снято. Этот форум был запущен в 2004 году и стал такой площадкой, на которой фотографы могли бы меняться, обмениваться мнениями. Форум начался учитывания с рассылки, то есть такой информационной поддержки, в общем, когда появляется общая информация, то это тоже дало такой первый шаг к скреплению сообщества. Затем сайт начал предлагать площадку для дискуссий. И здесь тоже дискуссии начались с обмуждения выставок и закончились обмуждения того, что такое, допустим, фотосоюз, зачем он нам нужен, каким он должен быть, нужен ли нам журнал фотографии, каким он может быть, кто там будет писать, на какие темы, и как он будет финансироваться. А также обсуждением такой темы, как история. То есть эта площадка нововозможность обсуждать различные факты из истории, которые в случае белорусской фотографии еще никем не были прописаны. У нас история белорусской фотографии существует в основном как русская история, она еще не систематизирована, не сложена, не очень слабо исследована. И в этом смысле я была свидетельницей, участницей и исследовательницей вот этих разнообразных разногласий, которые возникли внутри сообщества. И мне казалось, честно говоря, эти разногласия мне вызывали огромный восток, потому что я видела, что несмотря на то, что этих разногласий очень много, тем не менее есть такое постоянное усилие общаться, и люди видели смысл в том, чтобы продолжать коммуникацию. На предыдущей дискуссии меня тоже так немножко зацепило, когда здесь был участник Артур Клинов, который сказал, что очень сложно строить сообщество сегодня, потому что все мы немножко партизаны и эгоисты. Так вот, я думаю, что... Как именно белорусы. Да, да. Если у нас партизанская идентичность доминирует, так я думаю, что у каждого человека, в принципе, включен в голове этот калькулятор наших бонусов, да, что мы хотим получить. И весь, как бы, вся магия сообщества в том, что люди, несмотря на проблемы, несмотря на сложности, несмотря на то, что нужно инвестировать очень много ресурсов, энергии, находят причину, по которой они хотят быть вместе и хотят что-то обсуждать. И вот этот момент, когда люди все еще хотят совершать над собой усилие продолжать коммуникацию, какой бы сложной, и болезненная она не была, и тот момент, когда люди уже не хотят принимать участие в этой коммуникации, этот момент очень интересен. В области белорусской фотографии тоже начала наблюдать, что когда-то случился перелом, когда сообщество начало, как бы, угасать, эти коммуникации угасать, и мы начали наблюдать то, что люди стали возвращаться к этим индивидуальным проектам, к индивидуальным активностям, и перестали вплоть до того, что ходить у друга на выставки, интересоваться проектами друг друга, критиковать друг друга, и это тоже, ну, такие вещи, которые наблюдают. И это происходит сейчас? Это, как я вижу, это происходит сейчас, и, в общем, не знаю, к чему это приведет. Ну, вот такое короткое введение я хотела бы сделать. Я еще делала попытки по поводу сближения сообщений, я скажу немножко подробнее потом, но, по крайней мере, сейчас только скажу, что как раз академическое и фотографическое сообщение я пыталась сближать, но об этом расскажу позже. Может быть, дополнительный вопрос, как бы, ваша роль в этом сообществе как исследователь или часть сообщества, который участвовал в дискуссиях, как долго-другой пользы? Ну, хороший вопрос, потому что есть такой термин participant observation, то есть наблюдаешь, участвовался в этом, очень сложно было быть просто наблюдателем в этом сообществе, то есть я очень активно участвовала во всем. А с позиции все-таки одно как фотографа, то есть или с какой-то другой позиции, типа рефлексивной, может быть? Как арт-критик и как исследователь. Хорошо, спасибо. Ну, не знаю, если немножечко так обобщить, да, света начала с того, что для сообщества очень важна коммуникация, отметила, что очень важно, говоря о коммуникации внутри сообщества, говорить о ее неровном характере, что это не коммуникация ради достижения успеха, она всегда успешная, да, в ней есть такие раскулы, разрывы, не всегда, чаще не счастливая, да, и вот отметила, что есть разногласия, но тем не менее люди хотят коммуницировать друг с другом и хотят поддерживать общее пространство, смысловое, да, и это очень похоже на том, что мы, да, лекции обсуждали, что сегодня теоретики говорят, что для сообщества решающее не согласие, а диссенс как раз, разногласие, да, очень интересно, что это вот такая параллель, да, подтверждает вообще, для меня тоже сложно понять, как разногласие может быть решающим это сообщество, но Света говорит, да, как разногласие работает и связывает, несмотря на то, что, и разъединяет, и связывает, вот, и очень важно, говоря уже о динамике сообщества, да, фотографического, собственно, белорусского, Света отметила, что вот на примере портала «Зняток», как такого важного сообщества, можно говорить о разных там этапах развития, и сегодня какой-то такой этап индивидуализации этого сообщества, да, и есть параллели с академическим сообществом, надеюсь, мы это затронем еще. Ну что, может быть, Симан, уже так, у меня поступала в дискуссию? Ну, это не совсем дискуссия, это просто понимание позиции участника. Ну, меня представили как платформа сообществ, это, ну, наверное, не совсем так, мне, наверное, очень сложно будет объяснить, скажем, вот, соотношение «Талаки» там, ну, как платформа и сообщества, нет, но я постараюсь, но вначале я хотел бы свою позицию участника определить, почему вообще, ну, захотелось поучаствовать. Ну, я не оснащен достаточно качественным таким категориальным аппаратом вот по теме сообществ. Я, скорее, ну, практика, активную часть, как был всегда, у меня техническое образование не гуманитарное, и поэтому я так, возможно, то, что я буду говорить, это будет какая-то жуткая смесь, там, всяких обыдовоков, теорий, но, что самое важное, я считаю, что я, ну, прожил, проживаю, участие, ну, в нескольких сообществах, вот, и вот если так, ну, кратко пробежаться по моему опыту, ну, наверное, первое, что я там мог считать таким осознанно с участием в сообществе, вот реально я не понимал, что я часть чего-то, это был, ну, наверное, какой-то такой подростковый опыт участия в игровых кланах, то есть мы так и назывались, мы там клан, мы объединены, у нас есть цель, идентификация, то есть это было очень мощное, ну, скажем так, ну, группирование, и, насколько я знаю, сейчас в современном мире, то есть очень многие подростки, дети, они являются участниками различных виртуальных планов, виртуальных сообществ, и, ну, в играх, это, ну, они там воюют, не знаю, объединяются, распадаются и прочее, и это огромная сфера для исследования, и я бы, ну, вот если есть там желающие, я бы предложил взглянуть туда, потому что это очень, ну, потрясающий мир, то есть там есть совместное имущество у сообществ, есть там аналог общака, там, которые там скидываются, ну, делят там ресурсы, ну, это мой первый опыт был, ну, правда, это было, наверное, в 90-х годах, поэтому это был такой, типа, начальная фаза. Второй опыт участия в сообществах, это построение домашней сети выручьем, началось все с желания объединиться с несколькими соседями, чтобы, ну, с целью share ресурсов, ну, деление общих ресурсов, обмениваться, ну, и обмен, то есть там были, у нас шарит, да, это такое, такой, то есть, чтобы можно было поиграть вместе тоже в игры, можно было, там, фильмы, музыку, ну, и прочее, интернета тогда не было, вот, скажем так, вернее, с интернетом был напряг, и централизованного интернета не было, но, когда мы начали, там, ну, строить эту сеть, она начала расти, очень так, я бы сказал, быстро, мы объединились с соседними в доме, перекинули сеть на соседний дом, объединились с соседними сетями, ну, и вот, я лично был, скажем, создателем сегмента порядка трехсот пользователей, я, ну, никогда не был социальным, мне, ну, не нравилось общаться, там, со сверстниками, там, ну, по разным причинам, но, когда я начал строить сеть, я перезнакомился со всем двором, включая, там, тех хулиганов, которых обходил стороной, ну, это были реально такие, как бы, держатели районов 90-х, которые, там, ну, как бы, избивали кого-то, отжимали, там, деньги и прочее, ну, я, когда стал строить сеть, они стали приходить ко мне, уже они ко мне приходили, там, я был, в позиции администратора, вот, ну, я наблюдал, как бы, расцвет этой сети, и потом закат, когда мы, ну, пришел провайдер и сделал, выгодные коммерческие предложения, скажем так, администраторам, и, ну, такая-то была неявная сделка, но после того, как началась коммерциализация сети, сообщество сети начало распадаться, вот эти вот лидеры сети, которые, ну, мне приходилось прикладывать много лидерских, там, каких-то усилий, чтобы людей сагитировать, что-то построить, создать, мы скидывались на то, чтобы построить сети, вообще, вот, у нас было много дискуссий, там, о целесообразности того или иного, когда пришел провайдер, необходимость в дискуссиях отпала, он просто давал деньги, инвестиции, строили, все, ну, и сообщество постепенно развалилось, то есть, но в пике, ну, все эти вручки объединяли более тысячи человек, и к нам даже приходили, там, кандидаты, депутаты, и говорили, блин, у вас такой ресурс, а давайте мы как-нибудь посотрудничаем, вот, ну, то есть, это был реальный потенциал, который даже, ну, стал заметен внешне, это вот из таких, как бы, наверное, ярких, там, самостоятельных опытов, а сейчас я занимаюсь платформой Талака, и мы ставим такое, несколько, такие, комбинционных целей, там, одна из которых, это менять Беларусь к лучшему, через реализацию социально значимых проектов, и, ну, что такое социально значимый проект, это проект, который готова поддержать, какой-нибудь группа людей, сообщества, в частности, ну, которых волнует, это вот тема, в сфере, которая реализуется проект, вот, и, соответственно, мы стали, перед задачей, это поиск вот этих вот группок людей, с проектами, и второе, такой более глобальной задачей, попытка формирования такого общего сообщества, Талаки, которое, ну, вот, у нас еще нет четкого видения, как его создать, то есть, мы знаем, что оно должно быть, оно должно быть большое, условно, покрывать своим сферой интересов всю Беларусь, но, как оно должно выглядеть, это так как сеть, микросообществ, или, это должно быть такое сообщество, на базе сайта формироваться, то есть, это для нас, такой открытый вопрос, и в том числе, мое участие в этой дискуссии, это, ну, попытка, как бы, понять, ну, там, может быть, найти для себя какие-то ответы, такого прикладного характера, как построить такое сообщество, которое реализует сотни, может, тысячи проектов на нашей платформе. То есть, как создать сообщество сообществ, можно так сказать, и сеть сообществ? Будет ли оно сетью или единым? То есть, я там в дискуссии предложил несколько вопросов, там, про идентичность, про то, что когда сообщества объединяются, то есть, они тратят, утрачивают идентичность, или наоборот, как бы, ну, есть несколько таких открытых вопросов, теоретических или тактических, которые вам интересно выяснить. А у меня такой, не вам вопрос, а как ваш вот предыдущий опыт работы с этими игровыми и виртуальными сообществами, а затем создание сети помогало вам в проекте Далаката? это как какие-то были ступеньки? Я недавно, там, ну, около года назад, наверное, рефлексивно вернулся в опыт создания сети как сообщества, и выделял факторы, которые, на мой взгляд, способствовали его развитию, какие стагнации, там, и распады. И, ну, я сделал такое смелое предположение, что я кое-что знаю на сообществах благодаря этому опыту, и, ну, можно повторять и пытаться, ну, вернее, повторять успехи и не повторять ошибок. То есть, вот я, наверное, такое бы сделал, и, ну, и плюс, там, есть, наверное, какие-то другие, то есть, кроме Талаки, у меня есть лично сообщества, в которых я состою как активный член, но они закрыты, поэтому я так, вот, ну, как бы не уверен, что я могу о них говорить, как бы, открыто, опыт есть, то есть, и я, можно сказать, каждый раз в новом сообществе я отрабатываю какие-то свои гипотезы из прошлого, чтобы, ну, вот, как-то развивать и строить. Хорошо, спасибо. Можно сказать, что центральный вопрос, который Иван поднял, какие-то, меняется ли, когда мы переходим к такому большому сообществу, которое объединяет разные сообщества, меняется ли сообщество по своим задачам, меняется ли функция идентификации, функция создания сети, или мы имеем дело с тем же самым воспроизведением сообщества, с которым мы имеем и на микроуровне, да, мы предлагаем нам эту тему иметь в виду, и это вопрос о том, как вообще разные сообщества взаимодействуют друг с другом, порождают ли они новые формы взаимодействия, да, и что нужно для более эффективного взаимодействия, это нужно ли расширять действительно эти сети, да, на всю Беларусь, нужна ли одна сеть, или это какая-то ненужная задача, вот тактическая, предлагаю к этому вопросу вернуться, да, держать его. Ну что? Арт-сообщество. Мне кажется, что наше арт-сообщество, это делится в основном на дветки в два больших сегмента, это официальное арт-сообщество и независимое арт-сообщество. А что под арт-сообществом ты сейчас понимаешь? Света говорила о фотографическом, а ты о каком? Я пока говорю о художниках, именно о людях, которые изобразительным искусством занимаются, или современными художественными практиками. И почему я это сделала? Потому что мне кажется, что как раз-таки эта разница, вот это деление самого арт-поля на эти две большие структуры, дает, что ли, силу и повод объединиться в независимое арт-сообщество. Эти два сегмента, они очень сильно отличаются по своей ядерной структуре. Например, если в официальной, это институции официальные, это общественное объединение, союз художников, там, где-то старшее поколение. И цель официального сообщества, это, что не удержать свою доминанту в доминирующем положении в арт-поле. Также он обладает другими ресурсами, поддержкой государства, и финансового звания, и социальные, различные финансовые бонусы. Оно имеет в плане там организации каких-то проектов, съемок помещений и тому подобное. И в основном оно практикует, конечно, традиционные художественные и экспозиционные практики. Независимая структура организации, она скорее схожа с суб- и контур-культурными объединениями. Именно потому, что она находится, занимает периферийное отношение по положению государственной, господствующей официальной культуре. И именно поэтому она противопоставляет себя что ли официальной. И галерея У, я выделила здесь именно деятельность и существование, материальное существование галереи У, которая выполняет роль пространственного и коммуникативного ядра. То есть до этого это была подземка, да, это вот, пожалуй, может быть, первое время после шестой линии, когда независимо арт-сообщество заимело что ли такой ресурс физический. Это была галерея подземка, где стали постоянно проходить собственно выставки современного искусства. И теперь это галерея У. И именно галерея У, она как бы объединяет вокруг себя множество группировок, еще плюс ко всему. Также коммуникативным ядром являются различные интернет-ресурсы. Это и Новая Европа, и Арт-Партизан, который сейчас появился, партизан. И Арт-Активист, и партизан. Вот. И Арт-Партизан вместе. Да, все вместе. И независимому сообществу конечно больше вот характерный для него горизонтальный тип связи. Здесь больше присутствуют и старшие, и взрослые поколения, которые по сути дела обменяются опытом, так как в официальном все-таки больше доминируют старшие поколения, как мне кажется. И у этого сообщества есть цели. независимо, да, консолидация сообщества в отношении художественной и выставочной деятельности, исследовательская активность достаточно высокая, как мне кажется. И они, как правило, пытаются все практиковать современные художественные практики. Разница, конечно, в ресурсах, в материале, в том числе, в основном, это собственные ресурсы, это привлечение средств из-за границы или из бизнес-сектора. Также они, конечно, ограничены в выставочных ресурсах, это в основном пару помещений, которые периодически еще и закрываются плюс ко всему. Например, центр, скорая тоже закроется. И получается, что такая галерея действительно выполняет такая... Это мать! не как ни каждого независимого арт-сообщества. Это вот так вот коротко. Я пока не буду говорить о взаимосвязах между разными другими сообществами, но вот так вот я вижу, по крайней мере, арт-сообщество у нас все-таки оно сегментировано. Окей. Хорошо, спасибо. Оксана обратила внимание на отношения официального и неофициального сегмента. До этого мы об этом не говорили, но, в принципе, можем как-то на этот вопрос тоже иметь в виду, насколько вот это различие важно и для других сообществ разделение на официальную и неофициальную культуру. И второй вопрос, на который обратила внимание Оксана, который не поднимался другими участниками еще, это материализация сообщества. То есть для арт-сообщества очень важно пространство, ну и средства материальные, имеется в виду художественные средства, художественные ресурсы, и помощь на уровне, и работа с пространством, и в пространстве, и насколько вот эта материальность важна для других сообществ, может быть, этот вопрос уже иметь в виду. Окей, ну что, Таня, слово. Да, феминистские сообщества. Ну, с феминистским сообществом все сложнее, потому что там есть и фотографы, и социологи, и художницы, и все прочие, которые входят в другие сообщества. Но самое главное, дальше чего бы мне хотелось начать, ну, вот, сразу отвечу на вопрос по поводу того, сколько позиций я говорю. Я говорю, что позиция активной участницы феминистского сообщества, как феминистской активистки, и, соответственно, мои наблюдения, они, скорее, связаны с активным участием, продвижением каких-то идей, проектов, и, соответственно, коммуникацией с разными инициативами, людьми, и, соответственно, мои наблюдения по поводу того, что же у нас происходит, как осуществляется эта коммуникация и кто чем занимается, они позволяют мне в какой-то мере говорить о этом сообществе, хотя, опять же, я говорю, что я не буду говорить от имени всего феминистского сообщества, потому что я вполне допускаю, что у других людей могут быть иные взгляды на эту тему, и, соответственно, иные представления о актуальной ситуации и развитии. Но, по моему мнению, самая главная проблема на сегодняшний день это сам факт вообще появления такой номинации, такого слова, как феминистское сообщество, потому что те инициативы, люди, проекты, площадки и так далее, которые, по сути-то, и занимаются феминистской тематикой, повесткой, но часто боятся себя так называть даже. То есть в публичности часто это достаточно сложно, и многие начинают скорее говорить, называть себя женскими правозащитницами или гендерными исследовательницами или еще как-то, но боясь вот этого самого называния себя как бы с этой позиции. Соответственно, в такой ситуации очень сложно вообще говорится о феминистском сообществе, поэтому нужно понимать, что это достаточно условное пока название. и второй момент, который по мне хотелось озвучить, это то, как я себе вообще представляю сообщество. Во-первых, не как некую фиксированную группу, которая чем-то занимается, а скорее как некое поле. И здесь сразу появляется вот это, то, что сейчас необходимо именно скорее для фемистской проблематики, это сам факт появления в этом поле каких-то субъектов, которые бы озвучивали те или иные проблемы. И если обратиться к тому, что есть на сегодняшний день, какие есть там группы, инициативы и так далее, то можно говорить о, ну, в первую очередь, конечно, об их малочисленности, то есть их достаточно немного, то есть это поле пока, по моему мнению, недостаточно большое, особенно если говорить о таких каких-то более-менее организованных группах, то есть у нас есть как бы отдельные индивидуальные независимые активистки, которые входят в какие-то другие группы, не называющиеся там гентерные, женские или феминистки, но которые придерживаются там феминистских взглядов. А вот что касается именно феминистских инициатив, там феминистских журналов или еще чего, то, конечно, о таком говорить не приходится много, но как бы это первый момент. Также при этом можно говорить о поле тематичности, что я имею в виду здесь, что те группы, которые все-таки есть, те активистки, которые есть там и площадки, они на самом деле затрагивают сейчас уже разнообразные темы, то есть мы уже не можем говорить о какой-то гомогенной позиции, что озвучивается только одна сторона какого-то вопроса или проблем, да, то есть можно говорить о том, что это разнообразные темы, то есть кто-то работает в большей сфере проблематики насилия, кто-то занимается вопросами труда, кто-то занимается больше изучением практик повседневности, соответственно, как бы и полеидеологичность, то есть от каких-то более либеральных проектов и проектов русле прав человека до более каких-то радикальных, более таких жестких высказаний в духе радикального феминизма. То есть как бы это поле для феминистского сообщества наверное сейчас самая важная задача это наращивание этого поля то есть как бы сам факт его появления потому что если говорить о коммуникации то пока встает вопрос о коммуникации кого с кем то есть когда в поле находится например три человека то это достаточно но они будут коммуницировать конечно между собой но мы не можем говорить о каком-то консолидированном внятном высказывании группы соответственно для сообщества мне кажется самое важное это сейчас артикулирование себя и появление разных групп то есть которые занимались разными вопросами их количество было увеличено правильно я понимаю что вот это то что в этом сообществе три человека означает что нужно работать с публиками со своими то есть есть ли задача расширения этого маленького сообщества или скорее задача в том чтобы эти три человека артикулировали свою позицию поднимали новые темы то есть что важнее или важнее такое все которые занимаются феминистской проблематикой они заинтересованы в расширении этого поля то есть по моему ощущению нет такого желания замыкаться сугубо понятно что все занимаются развитием себя но в большинстве стараются выходить на какую-то аудиторию насколько это получается эффективно или нет это уже другой вопрос но мне кажется что задача стоит такая в расширении но к сожалению пока есть куча причин о которых может быть я потом буду говорить которые не способствуют этому хорошо спасибо да да ну что дает вообще возможность называть эти вот поля сообществом то есть если по вашим словам разнородные поля идеологичные то есть условно каждого свои интересы и я даже подозреваю что нету желания называться общей крышей объединяться и называться допустим феномистическим сообществом что дает возможность сказать что это все-таки сообщество то есть я просто проецирую на свою ситуацию я говорю мы хотим создать общество халаки в рамках Беларуси и вот такое желание позволяет вошло наступление какие-то элементы как будущие элементы сообщества ну а в вашем случае что ну то есть я бы не стала такой перед вами стоит такая задача создание сообщества и объединение всех под какой-то одной крышей и мне кажется что как бы и это не та цель которая нужна в принципе а то что позволяет мне как бы объединять например каких-то групп и отдельных активистов или площадки каким-то общим условным названием это наверное все-таки вот эта общая идея феминистская общая повестка по вопросам того что есть мы де-факто признаем что есть некая дискриминация определенной группы эта группа тоже не гомогена именно поэтому появляются разные инициативы которые работают с разными темами то есть тема дискриминации в сфере труда и домашнее насилие они разные но они связаны они говорят о том что дискриминируется определенная одна группа по разным признакам и дополнительные подгруппы которые и просто некоторые инициативы не ставят перед собой задачи работать с женщинами как с группой например да Таня а правильно я понимаю что это скорее поле или сообщество как поле потому что где-то коммуникации не хватает и прочных связей между участниками не это тоже ну то есть ну тем не менее говорим о каком-то типе сообщества да но не хватает коммуникации не потому что она не востребована не хватает коммуникации по ряду каких-то ну я можно сказать объективных причин там отсутствие площадки отсутствие возможности даже реально встретиться пересечься то есть да нету какого-то пространства даже физического во-вторых это вот эта малочисленность более того там заинтересованность каких-то больше иногда своих личных как говорила Света в консолидации какой-то то есть куча причин которые по сути мне кажется они характерны вообще для всего так называемого третьего сектора который находится в таких условиях когда он не заинтересован в консолидации и больше заинтересован в работе в рамках своих узких проектов хорошо тем самым мы уже ко второму кругу переходим о тех трудностях с которыми сталкивается каждый внутри своего сообщества и может быть можно уже параллели проводить с тем что было сказано о других сообществах но прежде я хотела бы сказать кроме того что отметила Таня что это скорее такое сообщество поле какой-то такой особый тип сообщества феминистского еще возникает трудность такой самономинации что представителям этого сообщества не всегда хотят не всегда могут не всегда считают нужным обозначить себя как феминистское сообщество это может быть тоже как-то затрудняет иногда коммуникацию но это факт можно по-разному его интерпретировать но он есть окей давайте мы тогда переходим к нашему второму кругу какие есть сложности Таня об этом уже начала говорить применительно к полю феминистских сообществ и может быть в связи с этими трудностями и трудности вы хотели успехи обсудить что получается и что не получается и будем иметь ввиду что уже было сказано мы говорили о разногласии что для сообществ важное разногласие и при этом люди вместе несмотря на эти разногласия важно формирование идентичности с одной стороны с другой стороны налаживание связи но сегодня теоретические сообщества все выделяют две важнейшие черты сообщества это идентификация и социальный капитал то есть мы как бы в духе социальных теоретиков тоже это отметили Оксана сказала что есть это различие на официальном и неофициальном уровне есть эти сегменты характерно ли это для всех сообществ создает ли это трудности мета-сообщества играет или мета-сообщества сообщества поверх сообщества задачи для тех сообществ которые вы описываете Иван затронул эту тему он видит эту задачу как видят другие участники эту задачу ну и возникновение наверное новых сообществ в которых может быть для которых условий еще нет в которых еще мало участников тем не менее они возникают и с какими-то новыми трудностями сталкиваются, на это обратила Таня внимание. Давайте вот эти аспекты учитывая, которые я перечислила, перейдем тогда к вопросу, что удается, в чем трудности, и может быть и вопрос взаимодействия между сообществами, да, тоже запрошен. Ну что, с какими мы начинаем? Я, возможно, не знаю, будет ли мой ответ ответ на этот вопрос, просто, как говорил Иван, мне очень понравилось, что он сказал, что цель его сообщества – поменять Беларусь к лучшему. И я думаю, что это такая цель, которая откликается у многих. И говоря о фотографах, я тоже могу сказать, что в Уставе Союза фотографов было прописано, что именно развитие фотографий белорусской, национальной, развитие различных инициатив, как цель, да, то есть цель – поменять что-то, что-то к лучшему. Объединение, исследование и так далее – все эти вещи были упомянуты. И это очень интересный момент, когда мы можем смело говорить, что, в принципе, и разные сообщества поддерживаются одной целью. Особенно у нас в Беларуси, когда мы все наблюдаем большое количество проблем в разных сферах, мы можем даже как бы не задумываться, сказать, что мы хотим это изменить к лучшему, мы хотим, чтобы наша страна была лучше, мы хотим что-то улучшить, вот, учитывая наши возможности, но когда люди начинают как-то пытаться объединяться, чтобы улучшать Беларусь к лучшему, обнаруживается, что все-таки у нас у всех разное представление о том, что значит это лучшее, да, у нас есть, у нас разные образования, разные бэкграунды, разные ресурсы, разные возможности и, ну, действительно, разное видение того, как нужно двигаться вперед, и здесь, как бы, вот эти разногласия, действительно, как я уже говорила, где эта грань, да, где они все-таки создадут продуктивную среду для того, чтобы пытаться все-таки работать вместе, или где эти разногласия уже превращаются в невозможность, в невозможность что-то делать вместе, насколько эти разногласия действительно, ну, скажем так, основательны. Ну, в случае с белорусской фотографией, я тут могу только привести такой пример, чтобы уже хоть как-то посадить на конкретику то, о чем я говорю, например, Союз фотографов, Белорусский Союз фотографов в прошлом году организовал фестиваль фотографии, ну, который был у нас первый фестиваль фотографии, и он в этом году повторил этот фестиваль. Международный фестиваль? Ну, да, по-моему, они так и тоже его назвали, международный, потому что там, наверное, не литовцы пригласили, и поэтому международный. Но вот этот фестиваль, он, ну, оказался таким фестивалем, который действительно, под которым очень сложно было подписаться, потому что я сама очень часто выезжала в Польшу на фестиваль фотографии, так как у меня была возможность, в Москве тоже ездила и в Вильнюсе, в Камус особенно, где есть фестиваль фотографии. Мне было возможно сравнить, что происходит там, что происходит у нас. Когда у нас вот эта идея фестиваля, то как он был организован, что там было показано, как это все было преподнесено, как это все было концептуализировано. Сразу, ну, показалось, что это мероприятие, оно не объединяет людей, а разъединяет людей, поскольку было предложено настолько узкое видение того, что можно считать хорошей фотографией, настолько узкое представление о том, что такое стемление к лучшему, да, что под этим моментально не смогли подписаться те люди, которые тоже хотели видеть в Беларуси в лучшем варианте. И для меня, например, лично фестиваль стал таким примером того, когда разногласия невозможно преодолеть. Невозможно договориться, невозможно обсудить, невозможно найти общее что-то, чтобы действительно, ну, как бы, обсудить этот фестиваль. Он действительно разделил людей на тех, кому нравится та фотография, которую показывают, и на тех, кто категорически не может это видеть на стенках. И, ну, вот такой пример, как некое масштабное событие, которое, ну, ведет не от объединения к разделению. Света, а правильно я понимаю, что это разногласие, которое невозможно преодолеть, было связано с тем, что было не продумано, не обсуждено, что такое это движение к лучшему, и как это с фотографией связано. На самом деле обсуждений было очень много. Обсуждений было очень много. Но эти обсуждения, и мне тоже, ну, кажется, что вот вся, как бы, эпопея с этим форумом, да, она закончилась тем, что все-таки у людей очень разные взгляды. Очень разные взгляды. И, в общем-то, может быть, это и неплохо, да. И что с этим делать? Я, ну, не думаю, что можно сказать, что сообщество литовских фотографов, или сообщество польских фотографов. Я не думаю, что такая-то универска будет релевантной, потому что там тоже очень разные взгляды, очень разные видения у людей, какой фотографией хотят заниматься, на какие выставки входят, и чьи статьи читают. Я просто осенью проводила как раз исследование по литовской фотографии целый месяц про интервью людей у разных представителей, ну, того, как можно условно сказать вот этим сообществом, да. И это было очевидно, что у нас в Беларуси еще несколько лет назад была гораздо более вот такая, ну, цельность, связанность людей между собой. И мы, по сути, пришли вот к тому формату, в котором существует вот сейчас литовская фотография. То есть такой разрозненный, такой микро-какие-то группой существует. Назвать это цельным сообществом очень, наверное, будет неверно. Вот. Хорошо это или плохо, не знаю, как сказать. Скорее, это реальность, с которой мы имеем дело. И я думаю, что важный шаг вперед, это когда эти разрозненные группы людей с разными видениями, с очень разными интересами, с очень разными представлениями об лучшем для Беларуси найдут какой-то интерес друг к друге, да. Поймут, что они могут каким-то образом, на взаимовыгодных условиях начать какие-то контакты с друг другом. Вот как бы, ну скажем так, беря за основу разные видения друг друга, да. То есть я вижу это так, ты видишь это так. Ты не пытаешься меня переубедить, я не пытаюсь тебя переубедить. Но мы пытаемся найти какую-то возможность для общих проектов, да. Если это получится, то это будет очень эффективный шаг вперед. То есть такое признание, ну разный взгляд друг к другу, я думаю, это будет очень продуктивно. И я на таком тоже личном уровне наблюдаю, ну какие-то вещи, когда там, я не знаю, открывается выставка в цехе, да, и я получаю письмо, за меня приглашают посмотреть ее. Но как бы не для того, чтобы я там вынесла вердикт этой выставке, а для того, чтобы вступить в коммуникацию со мной, к человеку, который может рассказать свое мнение, да. И мне кажется, вот такого рода жесты, они очень продуктивны, потому что идет на важне этих мостов. Окей, то есть можно сказать, и Света уже на первом группе тоже об этом говорила, что сейчас в белорусской фотографии этап, когда скорее фрагментация, да, имеется, и нужен выход на какой-то новый уровень, и этот, для взаимодействия друг с другом, и этот выход будет связан с тем, что будет какое-то признание различий. То есть раньше было общее видение, да, сейчас множество видений, но объединиться по старому варианту, вот какое-то общее видение, наверное, невозможно. Нужен какой-то новый механизм. Мне кажется, очень многое отличное такое проект, желание, да. Можно сейчас идею механизма. Но если бы был человек, который бы устроил в виде шоу, в виде яркого мероприятия баттл, вот этих разных видений, чтобы эти сообщества могли соревноваться, тем самым вместе развивать в Белоруссии фотографии. Так мы с этим, понимаете, мы... Чтобы на одном мероприятии этот баттл был, и они могли даже помериться аудиториями. Вы хотите, понимаете, это все делать так, я так понимаю, понимаешь, что это только, да, час-два, да, дисциплины. Площадки. Или это как-то он-глой. Площадки, которые происходят с какой-то периодичностью, на которых они выставляются. Это хорошая идея, но мне кажется, мы к этому идем, да. Соревнуемся, начнем соревноваться, да. У кого лучше получится. То, что я вижу в Ликвене, я видела в Ликвене, например, галереи, сатерички другого, у кого будет что-то еще выставка. Да, да. Не потому, что все хотят что-то одно сделать, да, а все там тайно конкурируют друг с другом. Ну, как бы, понятно, что эта конкуренция на очень узком пространстве, и даже нам, в Беларуси, смешно там что-то с собой делят, сколько там, ну, как бы, сколько катагархий, но вот эта конкуренция создает очень хорошую динамику. И это как раз продуктивно для, как бы, сообщества, если мы будем о нем говорить, нежели такое совместное «давайте посидим, выработаем общую цель, общие задачи и будем вместе коллективом работать на этом». Окей, у нас возникла первая идея о том, что сейчас в поле фотографии можно обсудить, насколько в других полях важен момент соревнования друг с другом. И насколько я сейчас поняла, речь идет не только все-таки о фотографах, но ты себя упомянула как критика. Важно, чтобы было взаимодействие, я не знаю, с критиками, с теоретиками, может быть, с другими видами искусств или нет? Ну, конечно, вопрос, где мы проводим эти границы сообщества. То есть, если мы будем говорить, что фотография — это только люди, которые держат только фотоаппарат, нажимают на кнопку, то мы очень сужаем эту сферу. Потому что, мне кажется, безусловно, в сообщество, которое входит, и кураторы, и критики, и люди, которые печатают фотографии, владельцы галереи, и люди, которые печатают журналы, и онлайн-журналы, бумажный журнал. То есть, вся сфера, которая работает на развитие и на функционирование этого средства коммуникации. То есть, можно еще сделать вывод, что кроме того, что вот это соревнование сообществ друг с другом хорошо, еще хорошо развитие потенциала каждого сообщества. И, кстати, об этом говорила и Таня, что важно не только, я не знаю, обсуждение, выдвижение своей точки зрения, но важно, чтобы журнал был, например, у сообщества, чтобы был там медиаресурс. То есть, вот эта оснащенность сообщества позволяет более эффективно с другим сообществом взаимодействовать. Окей, какие трудности, да, и у других сообществ? Я знаю, я мог бы говорить про ваши трудности, но мне хочется как-то вступить в дискуссию или попытаться эффективно взглянуть на то, что происходило с сообществом фотографов. То есть, для меня, допустим, во всей этой истории такой большой вопрос. То есть, вот что такое развитие сообщества после той фазы активной коммуникации, да, может быть, ну, что должно происходить сообществом дальше? То есть, и у меня вот есть несколько таких ответов. Ну, не все, не про развитие. То есть, например, один, это распад сообщества. Распад на атомизация. То есть, ну, люди с какой-то целью собрались на форуме и начали общаться. Наличие коммуникации еще не делает их сообществом, я бы так сказал. То есть, есть очень четкая индивидуальная польза от присутствия в сообществе. Это, ну, я не знаю, там, профессиональный рост, это признание, там, ну, можно перечислить, зачем люди лезут в эту, как бы, ну, штуку. А когда возникает сообщество, на мой взгляд? Ну, как бы, должна быть идентификация и совместная, что мы, вот переход от я к мы, вот, по-моему, есть вот переход к сообществу. И там, если была принята какая-то, ну, как так сказать, программа, да, там, с целью заявлены, ну, что-то такое. Какие-то обязательства между общей и сообществом. Ну, хотя бы общая рамка, что мы такие-то, наши цели такие-то. То есть, если такое переходит в коллективное принятие, то приходит такая фаза институционализация, да. Но, как говорим, вот, такая фаза, она, как бы, цементирует, пытается сцементировать. И, ну, вот, те, вот, раскол, который произошел, он произошел, мне кажется, не случайно. То есть, я во многих сообществах видел массу, как бы, таких агрессивных коммуникаций на тему норм. Что, вот, самое элементарное, что такое хорошо, что такое плохо. Это любое сообщество является, ну, как бы, даже общество. Ну, там, о морали, о ценности, о ценности, как бы, ну, в ядре. И в этот момент, там, это слишком оптимистичный выход, что я не знаю другого, как другого, я сцеплю сообщество. И более того, я не уверен, что это вообще нужно. То есть, нормальный, мне кажется, раскол. Раскол сообщества на два сообщества, которые конкурируют. У одних одни галереи, у других другие, они меряются. И мне кажется, ну, можно сказать, что это сообщество фотографов, но оно раскололось, там, допустим, вот, как официальное, неофициальное. То есть, у каждого свои нормы, которые, внутри у них конфликта нет. И мне зачем уже друг с другом обсуждать, что такое хорошо, что такое плохо. Они просто начинают развивать, ну, ту сферу, которую выбрали. И в целом, если просумевать эти два вектора, ну, это такая позитивная конкуренция, которая развивает всю Беларусь. Ну, только в конкуренции, ну, вот переход к фазе конкуренции, мне кажется, позитивен и говорит о развитии в целом. Ну, а до этого это было просто, как бы, сбор желающих, там, так это, пересчитайтесь, кто из нас фотограф. Ну, пересчитались, да, что решили обсуждать. Вот, и... Света маленькая реплика, просто, да, и вам опять вдохновило меня на какие-то идеи. Что я хотела сказать, что, вот, да, я использую такую фразу «Сообщество белоруских фотографов», так как эта фраза у нас сама по себе очень такой натянутый конструкт. Когда я делась исследованием белорусской фотографии и начала выезжать, там, на Запад с презентацией, на конференциях, с статьями, пожалуй, такой самый чаще звучащий, часто звучащий вопрос в мой адресе, первый вопрос в мой адресе, почему я использую эту фраза белорусская фотография? То есть я сейчас это, если как раз поговорила, как само собой разумеется, даже со словом «сообщество», но даже соединение двух слов «белорусская фотография», в общем-то, это... Я сейчас использую это в кавычках, или просто объясняю, и когда в статьях объясняю, что это просто слово из поля, это то, как сами фотографы, это то оформировка, которую сами фотографы используют. И потому что белорусская фотография, как словосочетание, это уже говорит о таком, ну, как бы, о сообществе, да, то есть объединение фотографов в Беларуси, да, то есть как будто бы они объединены. Хотя здесь очень много вопросов, как там, как Минск соединён с тем же Гродно, например, и так далее. То есть для меня, например, тот факт, что вот это словосочетание «белорусская фотография» очень часто используется самими фотографами, продолжают использоваться, и стало таким просто вот, ну, общим местом. Это хороший такой, ну, тоже повод порассуждать о том, где наше сообщество, как его мыслят, и действительно ли люди, которые занимаются фотографией здесь, говорят не только «я», но и говорят «мы», «наши». Да, хороший тоже маркер. Сообщество, когда начинаем говорить «мы», «наши», то есть вычисляем себя каким-то общим, какой-то группой. Ну, в своих размышлениях и по рефлексии, что такое сообщество, где был, я пришёл к такой идее, что сообщество – это нечто живое. То есть это живой организм, просто коллективный. И у любого живого организма есть продукты жизнедеятельности. И термин «белорусская фотография» – это результат жизнедеятельности сообщества. То есть он вот только родилом в результате существования. И я воспринимал это в таком ключе, что такие штуки должны постоянно рождаться. Вот портал снятых, это объединение, он тоже родился как некий выход желающих. Он родился не потому, что кто-то создал сайт, а потому что на этот сайт собрались люди. То есть он состоялся как форум, как площадка. И можно сказать, его сделали. Если он сейчас начал угасать, то, наверное, он перестал быть нужен на тех целей, куда он собрал. Для меня это, скажем, дополнительная пища для ума. И единственное, чего я так и не понимаю, глядя на все эти истории, как понять, что делать со своим сообществом. И более того, ты же не можешь прямо делать это. Ты можешь предлагать, ты можешь какие-то там инициировать проекты, но сообщество, поскольку оно живое, оно живет само по себе. Я могу предложить, давайте примем программу. Ее могут даже формально, да, да, проголосовали, приняли, но это не значит, что оно начнет выполняться. То есть, и вот, ну, для меня... Не знаю, извините, что перебиваю, но просто вы как-то скажете, что коммуникация – это не сообщество. Сообщество – это не только коммуникация. Но вот мне кажется, когда вы говорите, что сообщество – это живой организм, то коммуникация как раз и может стать таким вот этим живой связкой. И когда вы чем больше будете коммуницировать, вот ресурс сообщества, тем больше вас будет возможность проверять постоянно, насколько оно актуально, насколько люди подписываются под теми общей ценности, насколько они готовы говорить «мы». Понимаете, если вы просто подпишите документы, ставите список членов вашего сообщества, и все там соберетесь на учительное собрание, похлопаются, вот, браво, мы объединили сообщество, а через год вы встретитесь опять, и окажется, что у вас просто абсолютно разные точки зрения, которые не видно возможности встретиться, найти ничего общего. И если вы не общались целый год, как вы об этом узнаете? Нет, коммуникация, я же не говорю, что она не важна. Я говорю просто, что... Ну, я, ладно, раз уже затронули, я считаю, что в сообществе должно быть пространство, в котором оно существует. Это может быть виртуальное, может быть реальное, типа, галереей. В ней должна быть коммуникация, это обязательно, чтобы возникло сообщество, ну, или существовало. Ну, и третье, это все-таки должно быть, как бы, ну, некое, скажем так... Правило? Нет, нет, правило это вот как раз не обязательно, а вот точка притяжения. То есть пространство, ну, то есть для коммуникации должен быть повод. Ну, то есть должна быть причина не выходить из коммуникации, когда она идет, ну, как бы, неприятно, скажем так, да, там... И вот это вот, ну, вот... Короче, та вот точка притяжения, то есть я не знаю, как иначе сформулировать, но мы в некоторых дискуссиях по поводу сообщества пришли, что вот должен быть какой-то аттрактор, который заставляет собираться. и этот аттрактор, это может быть либо, ну, какой-то вызов, ну, как... Ну, вот у нас, типа, плохая фотография, давайте что-то делать, то есть, ну, например, или какой-то вызов, типа, внешний, когда там что-то угрожает людям, им надо просто объединиться, чтобы вместе противостоять этому вызову. Ну, это, ну, часто история про какие-то политические или гражданские инициативы, ну, там, не знаю, зеленые, там, или еще что-то. Но, ну, в любом случае, вот, я, наверное, минимум трети штуки. Пространство, коммуникация и вот эта вот причина собраться. И вот когда причина пропадает, вот как раз, мне кажется, тоже вероятность распада резко повышается. А неправильно ли я понимаю, что если мы говорим о мега-сообществе, то как раз тоже с этой точкой притяжения сложно, потому что все-таки в мега-сообществе у нас много точек притяжения? Ну, мы хотим предложить эту точку, точку сборки. В нашем случае это вот давайте сделать баловость лучше. А если все разные сообщества принимают это по-разному? Об этом Света уже говорила. А мы, у нас, как раз, собирающая идея, это просто правило сложения векторов. То есть, сообщество фотографов лучше знает, как развивать фотографию. И там, сообщество феминистическое лучше знает, что нужно в своей сфере. Таким образом, то есть, ну, как бы, множество векторов, просто если сложить в общий вектор, то мы будем двигаться куда надо. Даже если будут, ну, словно, два конкурирующих сообщества, ну, не знаю, одни говорят туда, другие туда, то наша задача, как платформы, это предъявить вот эти два вектора и устроить дискуссию. То есть, вокруг этого противоречия, чтобы, ну, как бы, обострить его, чтобы вывести на уровень, ну, какого-то необходимости, чтобы вывести на уровень принятия решения, как с этим жить. Ну, как нам с этим жить в Беларуси? То есть, общий вектор возможен в любом случае? Ну, важно. Когда, если так описать, дойти до противоречия, то просто выход с противоречия на решение, это такой, ну, как бы, качественный скачок для, ну, как бы, и для сообщества, и для всего общества Беларуси. То есть, если мы дошли до противоречия, ну, в принципе, наверное, в теории конфликтов, там есть все. Окей. Сейчас Оксана и Таня, думаю, тоже есть что сказать на эту тему, и мы понемножку переходим к общей дискуссии. Я думаю, что я немножко так продолжу, получается, да? Вот до этого вы говорили как раз-таки о конкуренции, как движущей силе, да? А потом, мне кажется, как раз-таки уже говорили о том, что вот вы говорили, да, Иван, что вы можете найти, по сути дела, какую-то такую формулу, с помощью которой можно что ли, объединить множество сообществ? Мне кажется, что вот почему-то не прозвучало это слово как сотрудничество и взаимодействие. Ну, мне кажется, что, возможно, вы об этом говорили, но так, что мне кажется, что в сообществе очень важен процесс, ну, не только конференции, но именно сотрудничества. Для меня, вот, если брать метафору, мне кажется, что идеальный процесс, где хорошо введен момент сотрудничества, это процесс кинематографии, где каждый, по сути дела, имеет свою роль, свои функции, режиссер, монтажер, артисты, кастинг и тому подобное, но все тем не менее идут к определенной цели и делают один продукт. Мне кажется, что вот это идеальный момент сотрудничества, где различные профессии, люди, различные профессионалы делают одну и ту же цель, достигают одну и ту же цель. Оксана, у нас с ними договор попросил? Ну нет, я как бы передал карт сцене и мне кажется, что здесь будет более понятно. И также мне кажется, что совершенно не случайно, что, например, в арт-поле появился такой термин, как проект. Проектная деятельность, по сути дела, из маркетинга, но тем не менее она тоже подразумевает под собой как раз взаимодействие различных совершенно агентов, различных профессионалов, которые достигают одну и ту же цель. И мне кажется, что вот эта форма проектная, она совершенно правильная именно для того, чтобы консолидировать, может быть, сообщество внутри. Это я сейчас говорю о связи внутри сообщества. Вот как сделать для того, чтобы оно могло развивать свой язык, свои связи внутри, для того, чтобы... Это может быть уже тот момент или после конкуренции, или до, это уж там, я не знаю, у кого какая динамика. И что касается белорусского арт-сообщества, что у меня, например, первое, что приходит на ум, такие яркие примеры, когда я могу привести совершенно изумительное сотрудничество между сообществами, да, это вот не арт-сфера, это не художники, это музыканты и это классический театр. Это Инжест с группой Плато, это Портмане с Кло Компани, и также там Портмане и Виджи были, да. Вот мне кажется, это как раз-таки прекрасная такая иллюстрация того, как был сделан, достигнут определенный продукт. Это конечно, это звучит. Давайте сейчас вот я попробую, да. Дело в том, что за последние пять лет достаточно много в арт-сообществе тоже происходит таких проектов, выставок, где привлекаются различные другие профессионалы. Например, дискуссионные блоки, это уже, то есть академическое, по сути дела, арт-сообщество, критическое, оно уже очень активно в течение пяти-шести лет привлекается, да, к выставочной деятельности. Но что касается там, предположим, тех же самых музыкантов или пластического театра или еще что-то, даже если это и привлекается, то это не смотрится, весь проект не смотрится как целостный, это не является единым высказыванием. Это что-то типа превьюшка вот этой выставки, чтобы все выпили и повеселились. Ну, это, ну, так и есть, да. Окей, почему в каком-то случае есть целостность, а в каком-то нет? Я думаю, потому что у нас очень слабые связи вот именно между коммуникацией, между различными арт-сообществами, да. Я уже тут в общем говорю, а там художниками, поэтами, музыкантами, пластическим театром, просто театром, вот между ними. То есть, в конце концов, если мы вспомним 60-е там года, да, в Америке и в Европе, те же самые Флуксус и того же самого Джона Кейджа, да, который, по сути дела, был музыкантом, но, в общем-то, толкнул и перформативное, и хэппининг искусства вперед, да. И вот эти вот моменты флуксусов, да, люди делали совершенно одни целые вот эти произведения, да. Что это, мне тут, кажется, стоит вопрос о том, что это нам может дать. Потому что, мне кажется, что из-за того, что у нас очень слабые связи между сообществами, у нас нет видеоарта, у нас нет музыкальных инсталляций, у нас нет видеоинсталляций, у нас нет видеотанца, у нас очень слабо развито перформативное искусство. Например, оно практически на периферии находится, и все это выглядит, пару голов человек подкатались по полу. Ну, это так, я тоже очень утрирую, но так оно и есть, да. Сейчас говорю жестко, но так оно и есть. И мне кажется, что вот если бы как раз-таки наши актеры, вернее, наши художники знали бы информацию о том, что, предположим, проходят мастер-классы по тому же самому в современной пластике, в современной хореографии, чтобы они пошли туда, поимели новый опыт того, как их тело может себя вести, как их тело может ощущать это пространство для того, чтобы как бы вести новый язык, новую формулу какие-то языковые, да, для того, чтобы это просто воплотить. Вот я не знаю, в чем проблема, я не понимаю, почему они, наше сообщество вот артистическое, так плохо взаимодействуют друг с другом. Из того, что ты говоришь, нет открытости одних практик других. Нет понимания, что одна практика, один тип практики нуждается в другом типе практики. Да, потому что за границей же художники, это совершенно нормально, что они осваивают различные практики тела. Они просто идут, собственно, и на современную хореографию и тому подобное. С другой стороны, те же самые, они же, опять же, могли бы сделать, может быть, какие-то интересные проекты вместе с театралами, да, оформить какие-то задники или просто оформить, опять же, пространство сцены, да. Это тоже очень интересный опыт, совершенно другой. Но вот у нас нет совершенно этой коммуникации между сообществами. Я считаю, что почему это вот, не знаю, мне кажется, все-таки вот эта вот закрытость какая-то, о разъединении, о разграничении четко своих функций. Я художник стою за мольбертом, да. Ты танцуй, вот там, ну и танцуй. Ну, единственное, я же говорю, что вот, мне кажется, что вот лучше всего это пластические театры и музыкальные группы у нас хорошо в этом представлены. По крайней мере, это действительно совершенно отдельное художественное произведение, которое сделано. Можно? Да, иду. Ну вот, просто произвращаю такие ключевые слова – сообщество и проекты. Да, вот. Просто мы и проекты помогаем делать на платформе, а любые вот проекты, то есть там нужно. Ну, социально значимые. Ну, социально значимые – это, я поясню этот термин, вот, ты заявляешь проект, а общество его либо поддерживает, либо не поддерживает. Если поддержало – социально значимое. И не поддержало – значит не социально. А если развлекательный проект общества поддерживает? Если поддержало – значит социально значимое. Ну, надо же развлекаться обществом. Ну, вот, то есть не мы вешаем ярлык, а социально мы. Понятно. Да, то есть, и с этой точки зрения любой проект может разместиться. Но я какой я хотел вот вопрос такой поднять. Потому что в свое время мы подискутировали на эту тему. Соотношение сообществ и проектов, которые могут реализовываться. Так вот, это очень такая непонятная тема – как сообщество рождает проекты. Потому что на прямую сообщество не должно, не хочет, скорее всего, и вообще, как бы, ну, как это, участвовать в какой-то такой деятельности коллективной. Потому что, что такое коллективная деятельность? Это вот как съемка фильма. Там есть режиссер, который командует другими. А сообщество характеризуется равностью. То есть, даже если у кого-то больше авторитета, а у кого-то меньше, тот, который у меньше авторитета, не станет подчиняться тому, кто, ну, там, не скажет, не станет делать то, что ему говорит выше. Ну, то есть, не горизонтально с одной стороны, а с другой стороны момент доверия еще. Ну, вот смотрите, когда… Чтобы распределить обязанности. И знать, что другой будет свои обязанности выполнять. То есть, для этого тоже должна быть такая. Все эти обязательства. Я вот с чем сталкиваюсь постоянно. Окей, собралось, сообщество поговорило. Вот, давайте классную штуку. Вот, давайте. Следующий вопрос. Кто будет менеджером проекта? И тишина. И, вот, это вопрос лидерства. То есть, ну, то есть, вот кто-то должен встать и сказать, я буду менеджером проекта. Ну, сегодня, к счастью, видел такое рождение лидера, да, то есть. Но, вот это, как бы, является каким-то таким, ну, отдельным вопросом. То есть, как рождаются лидеры в сообществах, которые готовы, ну, допустим, реализовывать проекты, в том числе, ну, по объединению разных сообществ. Ну, просто сделать такой проект, где будут участвовать и художники, и музыканты, там, и кто-то еще. Это можно только с менеджерской позиции. Войти в эту менеджерскую позицию, мне кажется, ну, наверное, не совсем из сообществ. То есть, мы, как толока, мы собираемся вот специально наше, ну, это не как сообщество деятельность, а цель команды толоки – это создавать вот такие междисциплинарные, межсообщественные проекты. Ну, пример, у которых я могу сказать, вот, толока, party, музычный цех. Может, ну, слышали, как бы, это был проект, когда музыканты собрались альтернативные, там, ну, на одной сцене, в марафон, ну, как создали такой инфоховод и, тем самым, ну, достигли общей для сферы музыки целей. Можно этот проект усилить, там, за счет присутствия, там, арт какого-то. Ну, ну, это все можно, то есть, и мы надеемся, что в следующий раз будет более. Окей, коротко и там, слово. А, нет, я просто хотела сказать, что по поводу примера кинематографии, да, дело в том, что и горизонтальных отношений, в любом случае даже горизонтальные отношения, они подразумевают какое-то ядро, это может быть коммуникационное ядро, это все равно будет какой-то лидер, ну, просто который будет не авторитарный, да, а, ну, будет, потому что другие, которые будут координировать, да, в любом случае будут координировать деятельность сообщества. Не может быть такого, чтобы сообщество было совершенно атомное, то есть, как бы, чтобы было много-много разных лидеров, которые не будут между собой никак, и будет очень сложно объединить, то есть, в любом случае должно быть ядро. Ну, едро-то есть, просто, опять же, вот, я только про проект говорил, и проект – это, по сути, коммерческое, маркетинговое такое понятие, то есть, и, ну, вот, лидер, который способен стать менеджером – это редкий лидер. Вот, быть демократичным лидером – просто, то есть, а быть лидером, который способен реализовать проект и, ну, как бы, гарантировать, что он реализуется, то есть, взять на себя ответственность, чтобы проект будет сделан – это, по сути, уже авторитарный тип лидеров. Ой, то есть, вы пришли к выводу, что нам нужны авторитарные сообщества? Договорились. Договорились. Нет, я хочу сказать, что для реализации проектов нужна определенная степень, ну, авторитарности. А проекты нужны для поддержания сообщества? Нет, они не связываются с авторитарностью. Авторитарность, да. Ну, вы реализовывали проекты хоть один? Да, Таня, я хочу сейчас Таню дать слово. Я вот как раз таки реализовывала проект. Не один проект. Значит, Таня, у нас сейчас, мы уже говорили о том, да, пришли к выводу, что для развития проектов элемент конкуренции нужен, элемент открытости сотрудничества, элемент открытости вообще другому опыту. Оксана ответила, потом пришли к вопросу, что важен переход от сообщества к проекту, и вдруг проект у нас свелся к авторитарному лидерству. Что Таня по этому поводу думает, и вопрос, у нас еще вопрос о границах, да. Все-таки все ли со всеми могут сотрудничать? Всегда ли возможен общий вектор? Я вот как раз все помечала по горизонтальной, так называемой, демократии. Сказать как раз очень тему. Мне кажется, что сейчас как раз таки проблема, ну, наверное, не сообществ в какой-то мере, но скорее, наверное, организации заключается в том, что в 90-е там, создался такой классический тип общественных организаций с крепким там лидером, подчиненным структурами и так далее. И, например, если говорить про там феминистскую тематику, у нас есть женские организации, которые сейчас уже в 2014 году совершенно не привлекательны для молодежи, именно в связи с такой формализированностью, иерархичностью и так далее. Сама по себе феминистская повестка заключается вот в полной вот этой горизонтальности, в реализации проекта без какого-то оформленного лидера. Речь идет об обмене компетентностями. То есть, например, я могу говорить все о примере нашей феминистской инициативы «Гендерный маршрут», да, где там есть три человека, которые обладают разными компетентностями, да. Там, например, Ирина Соломатина больше, как бы, если мы делаем выставку, да, она больше знает, как оформить ее, там, расположить работы, каких художниц позвать. Мне больше удается менеджерская работа, да, там нашему третьему человеку удается там еще какие-то организационные структуры. Но это не значит, что если я занимаюсь менеджерской работой, то есть занимаюсь там логистикой и так далее, то я являюсь руководителем проекта. Это, ну, это смешно так полагать, потому что это не так совершенно. Или, например, то, что Ира развесила работу, не говорит о том, что она является руководителем проекта. То есть и наша сознательная позиция именно заключается в выстраивании вот этой горизонтальной коммуникации, пытаясь обмениваться вот этими умениями. Конечно, я не могу говорить на сто процентов о том, что у нас получается прям идеальная горизонтальная демократия, они могут прям такие идеальные. Нет, но, как я предполагаю, в других фемистских инициативах это должно быть как бы базовым принципом. Понимание проекта именно как сотрудничество, где нет вот этого лидирующего ядра, где люди взаимокоммуникации... Они не имеют лидер, они вместе принимают решение. Не, но все равно, видимо, в какой-то момент ответственность на ком-то больше решит. За какую-то часть проекта. То есть нет ответственности за весь проект на одном человеке. Эта ответственность равномерно распределяется на всех. Ну, то есть нам до сих пор это как бы в наших проектах в определенной мере нам кажется удается. То есть нам удается уходить от этой авторитарной. Более того, общаясь с организациями с Украиной феминистскими, с Россией, они точно так же. И даже если их там 10 человек, они пытаются мучительно, больно, по три часа дискуссии, обсуждения, подготовки проекта. Но это принципиальная позиция. Но это нужно подчеркнуть, что это очень ресурсно затратно. То есть для того, чтобы в организации прийти вот к этому решению и к тому, чтобы действительно принимать так решение, это очень сложно. Проще назначить одного менеджера и не мучиться. Но если как бы желание сообщества приходить с горизонтальным отношением, то соответственно нужно как бы отдавать себе отчет, что ты там готов или готова там тратиться, готова там 4 часа этих обсуждений ради того, чтобы вы пришли к общему консенсусу. Не к тому, что большинство проголосовало проект будет таким, а к тому, что все 100% согласны с этим видением. Они вместе обменялись этим видением. Они согласились с тем, кто чем будет заниматься, кто какой вклад и у никого нет сомнений о равнозначности этого вклада. Таня, у меня еще такой вопрос. На двоих взгляд это способствует расширению сети сообщества или нет? Ну это как минимум способствует консолидации организации самой по себе. И конечно это способствует, потому что такая горизонтальная структура, она в принципе тогда вообще ставит во главу угла сам процесс консолидации. Соответственно становится важным реализовать проекты не в рамках одного сообщества, а в консолидации с кем-то. Потому что когда ты привлекаешь, например, художницу к выставке, и ты в организации практикуешь эту горизонтальную демократию, для тебя становится принципиально важным включать и эту художницу в процесс принятия решений, для того чтобы это не было такое авторитарное решение организации. То есть это попытка дискуссии на уровне любого подготовки проекта. И соответственно те проекты, которые мы делали, одной из наших принципиальных позиций является проводить проекты в сотрудничестве с другими организациями. То есть стараться уходить от того, чтобы проект делает только гендерный маршрут. То есть это всегда попытка делать его с кем-то, артикулируя, что это совместная какая-то работа. Потому что это важный момент и для роста самой организации, и людей внутри. Потому что часто, например, если организация строится, опять же мы видим в классических НГО, когда есть некий лидер, вокруг которого все сообщество консолидируется, если этот лидер уходит, то сообщество разваливается. Потому что нет этого лидера, люди не допускались к принятию этого решения, они привыкли к тому, что есть этот лидер. И как только он уходит, проект накрывается, и все не думают, а что же произошло? Такой был шикарный проект. Просто человек ушел. И в этих случаях очень много, о чем часто тоже все плачут, почему у нас ничего не происходит. А по поводу, возможно ли разновекторным сообществом консолидироваться, здесь классический пример – это левый и правый. мне кажется, им нет смысла даже разговаривать. То есть это дискуссия обреченная либо на убийство, либо на провал. Это как бы настолько различные, они настолько разновекторные, что мне кажется, что иногда им даже не стоит появляться в одном физическом пространстве. И как показывает практика, например, меня как феминистской активистке, понятно, что феминистская повестка больше тяготеет к левой повестке, когда я пересекалась с такими артикулированно правыми активистами и так далее, то кроме угроз, агрессии, анонимок и прочего я не получала. Я как бы не вижу смысла даже с ними пытаться находиться на одной площадке. То есть это просто… У нас нет настолько точек пересечения, что даже за идеей ради красивой Беларуси, мне кажется, это все равно бессмысленно. Рано или поздно эти противоречия, они все равно как бы приведут к конфликту. И конфликту достаточно травматичному не только в социальном смысле, а личностно травматичному и демотивирующему. Потому что для меня там нападки со стороны прав – это достаточно стрессовая личность. Соответственно, зачем мне себя подвергать и свою активность к такому стрессу? Хорошо, короткий вопрос. Я такой голос насчет авторитарности сделал, но я просто боюсь быть неправильно понятым. Да-да, поясните, Иван. Я четко разделяю. Жизнедеятельность сообщества – это один уровень. Реализация проектов – это второй уровень. И переход сообщества от жизнедеятельности, встреч, дискуссий, обмена опытом и прочее, к реализации совместных проектов – это очень болезненный переход. Мне кажется, без какой-то здоровой доли авторитаризма, перехода от дискуссий к чему-то деланию, в конце концов, даже дискуссию надо модерировать. Модератор – не демократическая фигура. У него есть регламент, который стоит над ним. И общая идея такая, что реализация проектов сообществами – это отдельный странный процесс, который может как развалиться общество, как сказали, реализация какой-то выставки по каким-то определенным стандартам, может привести к тому, что рассорится сообщество и разойдется. Так могут рассориться люди, попытавшись работать друг с другом, столкнувшись с тем, что кто-то, скажем, не выполняет свои обязательства по работе. Оно может разрушить личностные отношения между членов сообщества и тоже может привести к какому-то распаду сообщества. Я с этим сталкивался. Во всех сообществах, где мы пытались делать проекты, сразу же ведет к напряжению и риску распада. И для меня это тоже открытый вопрос, как переводить сообщество к дискуссии, к каким-то реализационным проектам, чтобы они эти проекты не убивали сообщество, а развивали его. Мне, честно говоря, симпатично как-то немножко ваши позиции объединить, потому что Танина идея обмена компетенцией и распределения ответственности в группе, и за этот фрагмент один человек отвечает, и он сейчас лидер в этом фрагменте выполнения работы. Следующий фрагмент работы становится ведущим, другой ответственный, потому что у нас другое направление работы. Может быть, такая идеальная конструкция как раз позволила бы оставаться и на уровне сообщества, и на уровне проекта. Может быть, к этому нужно стремиться. Я считаю, что у них просто сообщество вышло на такой уровень доверия и отношений, они так хорошо друг друга знают в этой команде, что они легко могут поделить обязанности и не конфликтовать. Совершенно верно. Но, возможно, это наша цель. создание такой среды и размышления о таких средствах, о таких механизмах, которые нам позволяли вот таким образом разделять ответственность, больше взаимодействовать, более доверительные отношения выстраивать, чтобы все не сводилось к менеджменту, лидерству, строгим проектным правилам, а чтобы оставалась эта коммуникация, прояснение ответственности, взаимодействия. И в каждом сегменте работы снова прояснили, как устроено взаимодействие, кто отвечает. Для нас, как талаки, есть известный недостаток демократии. Это накладные расходы на принятие решения. То есть, чем больше людей, 3 человека, 3 часа будут обсуждать. Если 10 человек, могут и 10 часов обсуждать, пока не придут к какому-то решению. Построится общество в рамках Галагуси. Вот как не прийти к бесконечным обсуждениям и ничего не деланию. То есть, для нас это реальный вызов, который надо каким-то образом все-таки распределять, ответственность за принятие решения на какие-то небольшие части. То есть, это просто для нас открытый вопрос. Окей, хорошо, спасибо. Мы можем сейчас обсуждать, перейти к общему обсуждению. И мы начали с того, что разные аспекты сообществ затронули, говорили о важности согласия и разногласия, что важны эти разные позиции, что идентификация по-прежнему остается важной для участников сообщества в Беларуси. Хотя сегодня теоретики говорят о том, что идентификация за подделами в Беларуси все меньшую роль играет. И сама коммуникация, взаимодействие все большую роль играет. Но у нас все еще важна идентификация. И во второй части мы говорили также о том, что где-то и момент конкуренции важен, менеджмент – это момент. И спор наш возник в точке, насколько сообщество должно быть таким более жестким проектом или сообщество все-таки должно базироваться на обмене компетенций, на выстраивании. Задача в том, чтобы более прочно выстроить эти горизонтальные связи, и они не сводятся к управлению, менеджменту, а к такому сложному процессу отстраивания взаимодействия. И вот тут у нас какие-то разные взгляды и предмет для обсуждения, наверное. Хорошо. Вы, а потом Алексей. Мне очень интересно узнать. Вот это наничие большого количества членов, которые все должны идентификации принять. Оно психологически не срабатывало на то, что хотелось поменьше новых членов включать, чтобы обсуждение не восстановилось? У нас есть трое, поэтому такой проблем не возникало. Но я могу говорить об опыте украинской организации, где было больше десяти, даже 15 человек. То есть их было достаточно много. И все, кто вступал в эту организацию, они осознанно понимали, что все решения принимаются методом консенсуса. Хотя понятно, что в какой-то момент, например, если один человек блокировал решение 14, то это вызывало и тревогу. Но все понимали, что если они в данный момент сейчас пожертвуют этим принципом ради этого одного решения, то это может вообще развалить саму позицию этой организации. Соответственно, здесь важный момент рефлексивности своих переживаний и тревог. То есть принятие их как необходимого и важного элемента воздействительного процесса. И человек должен понимать, что да, это очень тяжелой ресурс. Ты не замечала, может, украинских коллег, что психологически есть такое что-то бывает? Нет, давайте к этому еще сообщества не будем обращаться. Нам же с самими заданцами. То есть как бы что это мешает прошению? Нет. Наоборот, они как бы очень открыты были. Алексей? Ну я сначала как бы тоже как раз расскажу по поводу как бы этого шосса. Мне кажется, что как раз опыт таких как бы более масштабных компаний, которые, например, не знают, что было, например, проблемами со всеми этими движениями. У меня уже сказали, где когда количество людей превосходит 10-20-100 человек. И как раз с чем многие связывают как раз, ну провал как бы этой анти-репрезентативной политики, когда как бы достичь консенсуса в даже, не знаю там, среде там левых активистов в рамках поступания, например, ну как бы практически невозможно. То есть там как бы как раз мне кажется, что нужно думать о каких-то более подвижных таких констерляциях, которые не полностью довязали презентацию, но каким-то образом могут уравновесить интересы всех членов сообщества. Но это как бы отдельный комментарий. И другой комментарий касается как бы, ну мне кажется, что вообще мы попали в такую ловушку как бы сначала самообсуждения, потому что я думаю, что нужно было как раз говорить в начале о том, что как бы вообще в рамках дискуссии мы понимаем как сообщества. Потому что, на мой взгляд, дискуссия шла как раз о очень специфическом типе сообществ, как профессиональное сообщество в основном, которое организуется как раз в рамках некоторой там профессиональной компетенции. И в этом же смысле мы как бы совершенно не говорили о сообществах, которое организуется совершенно по другим принципам. я не знаю, то есть там сообщество мигрантов, сообщество, не знаю, там каких-то, организованное со всем по другим принципам. То есть это очень такая узкая... Алексей, у нас не была задача обсуждать вообще все сообщества, а у нас была идея прояснить, вот у нас есть представители сообществ, что в Беларуси, да, с какими... Возможно, что доминирующий тип сообщества у нас такое, что у нас сообщество профессионализируется, и что они работают по модели, действительно там, я не знаю, ждут, что лидер будет, да, им не хватает взаимодействия, они другими способами пытаются решить проблемы, да, перекладывая ответственность, находя того, кто будет за все это отвечать. То есть у нас задача состояла в том, чтобы как-то на примере наших сообществ выяснить, а что в Беларуси, да, какой-то такой прогноз, диагноз, наоборот. Ну, такой немного ингрессивный, как раз по отношению к сообществам другого типа, которые, очевидно, присутствуют в Беларуси, они являются такими открытыми, если находятся в совершенно другом отношении с каким-то публичным... Это какие, например? Ну, я не знаю, там, как бы самые разные какие-то субкультурные, сообщества, там, такого типа тяску, например. То есть, ну, публичные фанаты, например. То есть, например, тоже, там, или... Поэтому, просто мне кажется, что здесь такое есть некое такое регрессивное, что отношение как раз к дальнейшему проекту. Потому что проект — это как раз способ организации деятельности, характерен как раз, ну, то есть, совершенно такому специфическому типу, как профессиональное сообщество. И, так сказать, я не думаю, что... Ну, и, то есть, если мы рассуждаем об этом проблеме, то мы, как бы, понимаем, что обязательное требование сообщества является там проектной деятельностью, например. Но это совершенно не так. И, как бы, ну, и плюс, я думаю, что здесь тоже как раз важно подумать о такой теме налоги, потому что как раз... Ну, и о границах сообщества, потому что, может, то есть, существует очень много терминов, которые помогают, как бы, когда разобраться в этом. То есть, например, как раз то, что касается художественных сообществ, можно так использовать термины, которые как раз там Виктор Мизианов друждает, то есть, термин тусовки, который, ну, по-другому, например, описывает взаимодействие участников сообщества или какого-то поля. Ну, можно, я могу вам сказать вопрос, поэтому считается, все-таки ориентация на другие типы сообществ. Вам что в сообществах важны? Или вот то, как организованы связи в тех сообществах, которые вы описываете? Я могу сделать такой комментарий, что любое сообщество, у него там есть две, ну, два проявления. Это жизнедеятельность и деятельность. Жизнедеятельность – это то, что сообщества делают, чтобы жить. Они встречаются, обсуждаются, ну, как бы, принимают новых членов, исключают кого-то, принимают там устав какой-то, еще что-то. Это все отношусь к жизнедеятельности. Ну, не знаю, фанаты собираются, там, пьют пиво, там, обсуждают там новости, там, ходят на стадион. Это жизнедеятельность. Но фанаты не обязательно к деятельности переходят. К деятельности сообщество может прибегнуть. Ну, например… Например, фанаты футбола захотят построить ворогой футбол в каком-нибудь цене. Ну, совсем не обязательно. Ну, можно не рассуждать в категории проект, потому что это действительно такая формальная. Ну, а сообщество может прибегнуть к деятельности, ну, по двум причинам. Первая, для, скажем, для каких-то решений задач, которые, ну, жизнедеятельность не решается. Ну, допустим, обзавестись своим клубом, да. Ну, взять, скопить денег и купить себе проставство, чтобы там ходить тусоваться. Это вот пример деятельности. Можно представить как проект, можно стихийно представить. Либо другой, как бы, это защита. Да, допустим, сообщество чувствует, что, ну, как бы, ему что-то угрожает, и оно может, ну, какую-то сделать, ну, такой акт деятельности, который позволит им защититься от, ну, агрессии, там, не знаю, от чего там. Ну, не знаю, принимают закон, там, который запрещают фанатам. Фанатские группировки объявляют вами закона. Они начнут собирать в подписи и прочее. Это пример тоже такой деятельности. Можно называть проектом, можно не называть просто проект. Это эффективный способ организации деятельности. И все время, там, не знаю, люди все это делают. Ну, это мой такой комментарий. То есть это моя, опять же, мой опыт жизни в сообществе. Ага, Света. Ну, у меня уже стала традицией, что его меня вдохновляет на продолжение моей идеи. Так вот, Иван говорит про этот момент, да, когда сообщество чувствует угрозу. И мне кажется, это тоже очень хороший момент, который мы еще не обсуждали. И он связан с вопросом, как выстраивать связь с другими сообществами. Можно предположить, что коммуникация с другими сообществами – это такой вопрос зрелости сообщества. То есть когда сообщество достаточно зрелое, то есть сформировавшееся, укрепившее себя, тогда такому сообществу будет, возможно, интереснее, легче и спокойнее вступать в коммуникацию с другими сообществами, какие-то общие проекты и так далее. Но если внутри самого сообщества находится очень много конфликтных вопросов и очень много непроясненности, то может возникать вот это опасение, некий страх, угроза того, что вот этот выход из этой самоизоляции может угрожать чему-то. Если я художник, стою, рисую, если я начну вдруг коммуницировать с танцором, то это может как-то угрожать нашей группе художников. Может быть, танцор нас там, не знаю, как-то будет угнетать. То есть я пытаюсь гипотетически предположить это, но мне кажется, что момент страха, несформированности сообщества, недостаточной зрелости сообщества – это тоже такой момент, который можно учитывать, когда мы говорим о том, почему возникают какие-то конфликты и почему не возникают какие-то активности, которые мы хотим заниматься. Мне кажется, что это только один тип возникновения конфликтных ситуаций, скорее для таких более классических сообществ, которые проектной деятельностью занимаются. Но если мы вернемся к той модели, которую описывает Таня, когда для сообщества важен обмен компетенциями, то, наверное, так организованное сообщество изначально ориентировано на открытость. То есть важность все-таки в изначальной структуре. Мне кажется, что возможно, и может быть, вот те, кто занимаются сообществами, для нас это важно, когда мы думаем о том, как создавать сообщество, изначально вот это вот вводить, да, этот структурный элемент открытости, больше стимулировать, да, там, я не знаю, горизонтальность. И может быть, действительно не проект, проект, окей, но проект это результат. Но чтобы он возник, эти связи, обмен компетенциями, распределение обязанностей, мне все-таки кажется, что эта среда важнее, чем результат, к которому мы с самого начала будем стремиться. И мой опыт показывает, что вот те производства, в которых задана структура и ориентированы на получение определенного результата, но не хватает компетенции взаимодействия, то это скорее мешает создавать проекты, чем... Но с компетенцией есть такой момент, что нужно как бы хорошо понимать, с какой компетенцией ты владеешь, и что ты можешь предложить, и действительно ли это, ну, как-то, ну, имеет ценность какую-то, да, потому что если сообщество оказывается, что замыкается, да, то есть вот этот момент одобрения друг друга, это знание того, что наша компетенция что-то значит, потому что мы всеми владеем, и мы как бы не тестируем наши компетенции в другом поле, не выносим их на... Ну, мы как бы не подвергаем опасности нашей компетенции. Нет, ну, ну, мне кажется, что если сообщество такое действительно с жестко определенными компетенциями, закрытое, ориентированное только там на результаты проект, то как раз это мешает горизонтальному связанию АСВИКС. То есть, наверное, ну, не знаю, я тут все-таки сторонник такой модели, когда мы работаем с сообществами, больше нужно думать о тех изначальных условиях, и тех структурах, которые потом обеспечат эффективную деятельность, а не сразу, да, у нас есть проект, то есть мы ориентированы на то, чтобы создавать проект и получать результаты, а вот средства, которыми мы будем этим добиваться, ну, более простое средство, чтобы был лидер, окей, по такой модели мы создаем сообщество. Мне кажется, что это более упрощенный вариант. Дима. Когда вы просто некоторые вещи такие говорите, можно я прокомментирую, там, создаем сообщество, да? Ну, среду мы создаем, да, какую-то. Сообщество создаются как бы сами, то есть, да, потому что люди увидели друг друга и захотели быть вместе. Вот это, то есть сверху как бы создать сообщество, ну, невозможно. Согласна я с этим, да. И, ну, но сообщество может создаться только в проекте, то есть, и я забыл сказать такую одну важную вещь, вот через весь свой опыт, я был в сообществе, которое рождались и умирали, но я-то оставался, и я выносил на себе, ну, компетенции жизни в сообществе. То есть, я выносил опыты, что вот в одном сообществе была такая структура, были такие правила принятия решения. Это только один из видов принятия решения, консенсус, там, большинством, там, еще есть куча способов принятия решения и важнее процедура. Если она в сообществе всеми одобряет, ну, все считают, что это истина, ну, как бы, правильно, то либо консенсусом, либо иным, как бы, все, как бы, будут считать, что, ну, как бы, закон един для всех сообществ, и будет эффективно приниматься решение. Ну, не обязательно простые консенсусы. Вот, и в каждом сообществе просто, ну, я, как бы, так, можно сказать, взрослел, там, как член сообщества. И, входя в новое сообщество, я принес эти вот опыты бытия в прошлых сообществах, переносил в новое. И, а мне кажется, что потенциально, вот, если встречаются два таких опытных бывших членов сообществ, они могут сразу создать очень эффективное сообщество, которое способно, ну, либо мини-группу, которое способно, там, делать сразу, ну, когда, не переживать вот это развитие, там, от взрыводыша, там, это, а довольно быстро прийти к каким-то соглашениям и, ну, действовать эффективно. Ну, неправильно, значит, что мы создаем сообщество, но, наверное, когда мы там анализируем, когда мы создаем площадки, я не знаю, там, площадки или, там, дискуссии, где сообщества обсуждают, обсуждаются, то мы все-таки как-то проясняем условия, при каких сообществах, там, более эффективные, при каких они менее эффективны, при каких, там, проясняем, да, как связаны с ценностями, а не с целями, да, со средствами, которые они используют. И мне все-таки кажется, что вот эта модель, когда мы сообщество, да, как-то к проекту сводим, задаем четкую модель, то все вот эти, ну, как бы мы, все вот эти условия, да, которые мы описываем, мы просто их упрощаем, да, что условия развития сообщества и его становления нельзя свести все-таки к такому вот последнему набору средств и к такой модели, да, по которой сообщество будет работать. Что наша задача, наверное, состоит в том, чтобы стимулировать новые описания, новые способы работы, новые способы взаимодействия, если уже мы говорим о расширении сообществ. Ну, не знаю, мне кажется, где-то к тебе денег пришлось. Я просто вот, меня просто так давлят. Я очень-очень быстро. Я просто сидела, во-первых, спасибо, что Алексей сказал о Борисенок, да, и я подумала о том, что как раз-таки он правильно сделал, что сконцентрировал внимание на профессиональных сообществах и субкультурных сообществах, да. Он их развел. Он, они разводятся везде, в общем-то, в социологии, и там, конечно же, совершенно другой тип взаимодействия внутри сообщества. И как раз-таки мне кажется, что вопросы вот Ивана о том, как ему организовать свое сообщество, вот он именно к тому, к какому типу принадлежит, к субкультурному, да, что ли такому. Там звездочный процесс коммуникации, там множество, скажем так, каких-то авторитетных людей, от которых расходится информация, инициатива, и они как бы вот так вот практически звездочками друг друга, они, конечно, знают и коммуницируют, да, и вот так вот они развиваются. Профессиональный, конечно, мне кажется, все-таки немножко другая структура. Она там может быть такой более ядерной, может быть, вот как говорила Татьяна. И мне кажется, что вот я сейчас сидела и думала о том, какое сообщество, арт-сообщество, оно такое вот смешанное, по сути дела. Получается, с одной стороны, оно именно как субкультурное организовано. Вот Мизиана говорит, что это тусовка, но тусовка это и есть культура, вот как раз таки оно и есть. Но с другой стороны, иногда оно консолидируется именно как профессиональное. И вот у вас получается примерно такая же ситуация, да, насколько я понимаю. И тут уже, я не знаю, вот у вас есть вот эти лидеры, возможно же все-таки есть какие-то инициативы, какие-то прохозяйные личности, да, которые готовы взять на себя ответственность. Может быть, вот с ними вам как раз таки надо действовать, как звездочная вот эта структура по типу звезды. И оттуда, чтобы расходились, собственно, информация и инициатива шла. Для того, чтобы сделать какой-то профессиональный временный объект. Ну, пока мы так не работаем, то есть у нас пока платформа заточена под то, что туда можно прийти и заявить проект. И это изначально уже идут люди, которые берут на себя какую-то инициативу, то есть это лидеры как минимум. Дима, спасибо. Дима, потом, вот, там, вот, целый. А, вот, ну, можно, да? Дима, я же. Спасибо. Я не знаю, я немножко как бы потерял, честно говоря, цель любого нашего обсуждения. То есть я понимаю, что все мы говорим про какие-то частные проявления чего-то общего, вроде бы как тему сообщества. Вот, ну, я попытаюсь, может, ответить, ну, прокомментировать, да, исходя из какой-то своей, какой-то рефлекции насчет своей и увлеченности в сообщество и, может быть, каким-то образом тогда связать с тем, что говорилось до этого. Вот, просто вот моя позиция, скорее, это между, как бы, какими-то теоретическими, может быть, интеллектуальными сообществами, самоакадемическое сообщество до участия, ну, я бы назвал, там, может, практическим сообществом. К примеру, я реализовываю проект медиашколы, который направлен на то, чтобы передавать профессиональные компетенции, по видео, там, для НГО, например, да, хотя это не обязательно, то есть, как бы, это одна из потенциальных аудиторий, вот. Но при этом, вот, как бы, в этом разрыве мы были, в этом, как бы, в этом, как бы, в этом, как бы, линии, вот, 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 теоретических до практических, мне кажется, что есть еще одна такая, вот, как бы, сложность, что о сообществе можно говорить, как бы, аналитически, или, там, исследовательски. Все то, что мы знаем в теории о сообществе, да, и, как бы, о сообществе нужно говорить, ну, в практическом смысле слова, когда мы становимся теми или иными конкретными участниками конкретных сообществ, и, как бы, то, что Алексей говорит, как бы, могут быть разные типы сообществ, в которых мы можем быть, ну, занимать те или иные позиции от, как бы, там, одного из до, в принципе, авторитарного лидера, да, то есть, как бы, возможны опции. Мне кажется, это принципиальная сложность. Мы говорим о сообществе все-таки извне или изнутри. Мы не можем одновременно перепрыгивать от одного способа к другому. Есть своя проблематика, связанная с сообществом изнутри, и свой способ осмысления, если мы говорим об этом извне, анализируя жизнь сообществ в Беларуси, к примеру. Мы надеваем оптику исследователей и пытаемся смотреть, как тут что-то появляется, исчезает, здесь мутирует, например, там новые взаимодействия выстраиваются, но это все равно будет анализом извне. Изнутри это вопрос, что мы хотим изменить, к примеру. Это вопрос какого-то действия. Я не очень определяю идею того, что сделать что-то для Беларуси хорошее, как Иван сформулировал. Изменить Беларусь к лучшему. В этом смысле, мне кажется, что сообщество более правильно организовывать, более четко будут ценностные рамки какие-то, где мы четко можем посмотреть, есть исследование той или иной ценности или нет. Лучшее это что? То есть правое и левое действительно могут иметь абсолютно радикально иные представления о том, что такое лучшее. И итог может быть крайне плачевным именно из-за того, что все хотели сделать как можно лучше. Политику и религии, наверное, вообще отдельная сторона. Нет, здесь вопрос, я думаю, что мы согласны с тем, что вопрос не в том, что политика и религия, это базовые, фундаментальные вещи, условно говоря, правое и левое. Мне кажется, это нужно разделять. Разговоры сообщества изнутри и разговоры сообщества извне уже немножко аналитические. То есть мы как бы, когда мы говорим извне, мы выходим из позиции активного участника в позицию, скажем, активного исследователя. Да, но это немножко разные уровни. Вот, я комментирую, я слышал. Вот, Беларусь, Круша, это не про сообщество вообще. То есть это наша миссия, наша платформа. А платформа это некий такой субъект, это по сути проект, не знаю, как это. То есть это сообщество для проекта, проект для сообщества. Это проект для сообщества, да, это некий целеустремленный, как бы, организованная деятельность. И у него должна быть цель, иначе она, как бы, не будет двигаться. Это, ну, как бы, такое просто замечание. А сообщество, ну, как мы рассматриваем, это, скажем, тот субъект, который готов присвоить наш проект, да, и использовать нашу платформу для реализации своих интересов. И вот, когда я говорю, изменить, там, Беларусь к лучшему, я говорю, что я знаю, что если куча разных сообществ будут реализовать кучу разных проектов, то суммирующий вектор, он будет позитивен. Вот это мое, как бы, как проектировщика платформы, это, с одной стороны, моя цель и задача одновременно. Ну, вообще-то, выглядит таким образом, что речь стоит бескорее не о сообществе, а о проекте. То есть, задача не в том, чтобы возникали новые сообщества, они взаимодействовали, а чтобы все сообщества работали на одну цель. То есть, они внутри проекта. То есть, у нас две перспективы. Одна перспектива, что есть горизонтальные связи, необходимо их налаживать. В каждом сообществе свои цели. Какие-то сообщества взаимодействуют, какие-то нет. Вопрос, как налазить взаимодействие. Это одна задача. У вас, я так понимаю, все-таки другая задача. У вас есть уже видение, представление. Проект, проект, проект. Я вот пытаюсь разделить проект, у которого есть цель, миссия и прочее. И есть такой субъект сообщества в Беларуси, которым мы хотим дать этот проект. И это, по сути, такая, ну, как это. Ну, сообществу, наверное, нельзя что-то дать. Вы же сами говорите, что сообщество само организуется. Нет, ну, смотрите, вот галерею можно дать сообществу? Ну, сообществу можно дать. Галерея создает сообщество. Вот я думаю, что вот, хотя бы... Такой, как вы видите, на все ваши вопросы. У меня вопрос, да, просто к Ивану, как он смотрит на такую функцию на блоке. Угу. Презентация проектов, где есть вот такое взаимодействие разных. Для нас это скорее проблематичный вопрос. Как представить на нашей площадке сообщество. То есть, если мы придумаем, как их представить, то, ну, как бы сказать, что сообщество подписалось под этот проект или несколько сообществ, это станет легко. А так пока у нас просто нет, ну, скажем, скорее вопрос. Потому что, если взять этот твой вопрос и, там, к Виолете, там, значит, как-то отвечать синхронно, что, вот, чтобы распознать другого, надо сначала распознать себя. Ну, сказать, я есть. Окей. Потом обнаружить, кроме меня, есть еще кто-то. А потом, типа, окей, и что мне с этим делать? Ну, как бы, что есть я, есть он, и как нам дальше жить? То есть, и вот сообщество, воспринимая сообщество как нечто живое, я думаю, что прежде чем начать распознавать кого-то как другого, надо сначала распознать себя как себя. Да, еще не себя как себя, что-то, защите еще другую, ну, прям, а то же самодостаточность, она разве? Ну, как бы, ну, просто в ходе жизнедеятельности, ну, есть, кроме я, есть еще мир, да, и в этом мире, там, ну, ты с чем-то сталкиваешься, там, ну, и... То есть, когда неприятности возникают, когда лба не сталкивается? Ну, может быть, неприятности, а может быть, как бы, реализуя какой-то проект, ты понимаешь, что тебе нужны больше ресурсов. Ну, это очень дагматическое отношение к какому, можно мне одно слово? Это философский тупик. Философы от этой идеи, что сначала нужно распознать себя, потом другого отказать. Поскольку они считают, что все-таки мы себя видим под взглядом другого. И вообще теоретики современной сообществ говорят, что открытость нужно практиковать. Мне вот в нашем обсуждении все-таки ближе модель, о которой говорит Таня Щенкова, потому что задавая такую структуру интенсивного горизонтального взаимодействия, мы задаем структуру вот этой открытости другим. Нам все время нужны другие, потому что я не могу быть постоянно лидером, я все не потяну, нам нужно вместе нести ответственность, передавать ее друг другу. И это что-то, на мой взгляд, и теоретики, мне кажется, об этом сегодня пишут, что не нужно как раз ждать критического момента. Надо эти структуры описывать через там артистические практики, через тексты, реализуя проекты, организуя их вот таким горизонтальным образом. И тем самым задавая эту структуру открытости. А не вестание. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. У нас же вот было очень интересно. Я вот тоже хочу поговорить с женщиной. Таксада. Да, по поводу того, что когда человек находится в своей собственной профессии, да, вот он ее освоил, долго находится, и ему там комфортно, и зачем ему, собственно, если он самодостаточный, выходить в другие. Ну, мне кажется, что вот это вот состояние комфорта, о котором вы говорите, это какое-то состояние, ну, скорее, оно, может быть, было присуще там нашей стране, ну, лет 30-40 тому назад. Потому что, в общем-то, появляются же межсциплинарные науки в академической, да, среде. Они же не просто так появляются, а именно потому что, предположим... Так у нас же ничего не появляется. Нет, ну, я вообще имею в виду, так я... Чего ты нашел, да, без... Все художественные практические течения, направления, они стремятся к смешению языков, потому что это привод к обогащению, да. Потому что, если ты... Оксана, ты же говорила, нам из этого не хватает. Что у нас нет этого стремления к смешению. И у Вионы вопрос к этому, откуда это берется? Откуда это берется? Ну, кажется, вот... Или не берется, да. Не берется, ну, я не знаю, мне кажется, что может быть, потому что люди вот до сих пор находятся в каком-то состоянии, вот... 30-40 лет назад. Да, да. То есть... Ну, примеры есть. Я могу очень практично ответить на этот вопрос. Когда был в клане, ну, мы воевали. И распознать другой клан, это очень легко. Ну, как бы, то есть там... И там вопрос, либо мы поглощаем его, либо уничтожаем. Аня, ну там ты по условиям должен знать про него. То есть это условия игры? Да. А я спрашиваю, в другой ситуации, когда ты вообще не обязан поступать ни в какие-то взаимодействия. Второе сообщество, сети. Мы расширялись. И мы расширяемся и захватываем новые дома. Ну, и в тот раз сталкиваемся... Сунимать дискурс захватывает. Раз... И сталкиваемся с... И в России... И сталкиваемся с тем, что в каком-то доме уже есть сеть. И это ставит нас необходимостью договариваться. Либо, ну, на каких условиях мы коннектимся с этой сетью. И коннектимся ли вообще. Да, то есть, новопорезки дня такой же вопрос. Ну, там, расширивание ресурсов. То есть, нам вместе лучше или как бы мы не можем. То есть, сейчас, когда мы говорим, что вот там с позиции палаки, то, ну, это такая с одной стороны рефлексивная позиция, а кто в Беларусь ездится в обществе. А с другой стороны, мы отдаем себе отчетность, что мы тоже маленькое сообщество, но которое берет на себя слишком много. Ну, типа, координации какой-то, да, там, кооперации, создание площадки. То есть, ну, если отвечать по-практически, то я просто практически сталкивался вот. Мы оборужили сообщество, окей, взаимодействуем. А если, ну, я не могу себе представить... В теоретических металях, которые ты все время привозишь, там абсолютно ограничена эта задача экспансии. То есть, там, вирус распространяется. Да, и сама не такая коротокольная, что она тебе задает обреченность на какие-то, там, решения, ходы этих воображаемых сообществ. Ну, почему бы она действительно отсутствует вот эта вот практика, да, для того, чтобы выходить из сообщества и вообще осваивать другой язык и коммуницировать... Не, ну, она есть, она просто, может быть, ну, не распространена так, как бы мы хотели бы, но в принципе, хотели бы... А то есть, страх и желание находиться в комфортном состоянии, в каком-то покое, чтобы тебя никто не трогал, и ты никогда не лез. Ну, не знаю, тут же вопрос, наверное, может быть... Мне очень понравилось, что здесь кризисом, вот я как-то успокоилась потом. Потому что она... Это вопрос, что ты знаешь, кризиса, да? Да, я думаю, что... Вот для меня, по крайней мере, это объясняет хорошо. Потому что, конечно, действительно, кризис подталкивает нас к чему-то, да? Когда мы чувствуем, что что-то не то, хотим что-то изменить. В этом смысле, когда, там, ну, я не знаю, члены сообщества очень довольны тем, что у них происходит, тут очень... Будет всякое привнесение вот таких вот таких давайте-давайте-давайте-давайте, это будет очень искусственно и действительно таким насилием над сообществом. Ну, не знаю, я, собственно, так и думала. Ну, если бы это кризис, да, то все равно, чтобы раз познать кризис как кризис, необходимое некосвязнение с системой координат. Эта система координат является, ну, скажем, какая же ценностная какая-то такая шкала, да? То есть, если бы так должно быть, да, это кризис, ситуация кризиса. Почему так должно быть? Потому что должно быть так и так. Да, то есть, когда есть бы ценностная шкала, то как-то, ну, кризис бы понятен. Я могу о чем-то говорить, просто я считаю, что насчет, как бы, дилеммы, там, индивидуального и группового, да, тоже, конечно, она снимается, если есть, в индивиде есть ценностное измерение, да, допустим, индивид воспринимает себя, как, к примеру, принадлежащего, там, не знаю, принадлежащего ценность, допустим, справедливости, да? Как можно в одиночку только единолично, да, каким-то образом реализовывать целую ценность справедливости? Ну, наверное, можно, допустим, логичный шаг, но объединение с другими, но не потому, что нужно захватить кого-то там и так далее. Ну, по поводу кризиса могу только пример привести. В прошлом, по-моему, году фотоклуб Минск делал выставку архивной фотографии, там, по-моему, 60-е и 70-е годы. Вы просто часто к этому примеру возвращаете, почему не было сотрудничество с историками, да? То есть фотоклуб обладает хорошим архивом. Эти фотографии были просто пока... Они действительно интересные фотографии, они были просто разрешены по стенкам. Описание было такое просто там минимальное, что типа, вот фотографии, они прекрасны, смотрите, разнаждайтесь. Хотя, тут историки отмечают, да, что это безумно интересный материал, о котором можно писать, можно говорить, можно произвести гораздо больше идей и организовать их дискуссии и так далее. Но очевидно было, что те же самые историки перешли на выставку, которая уже была готова, да. То есть у самого фотоклуба не было никакого желания начать эту коммуникацию междисциплинарную, скажем так, или между сообществами, потому что люди, которые делали эту выставку, им было... Они были довольны таким результатом. И это как бы хороший пример отсутствия кризиса, да? То есть для них эта выставка оказалась нормальной. А была ли она кризисом в истории? Не знаю. Да, кризис. Это было кризисом в истории. Не, ну кто-то все-таки вывод сделал, Шангаренко сделал другую выставку. Ну да. Все-таки развитие есть. Для тех, у кого был кризис по поводу этой выставки, они сделали что-то, сделали. Окей. Я, может быть, все-таки предлагаю вам как-то завершать. И хочу сказать, что у нас вообще... Ну хорошо, что вынесло с китой немножко две позиции. Что стимулировать развитие сообществ можно через проектную деятельность. И тогда где-то, может быть, и само сообщество по типу проекта понимается, или сообщество создается для проекта. И другая позиция, что через изменения самих структур сообщества, да, организации, взаимодействия, мы меняем среду, в которой формируется сообщество, цели, для которой формируется сообщество. И в этом смысле то, что говорил Дима о ценностях, мне кажется, это все-таки показательно. Если сообщество артикулирует свои цели, начинает к ним стремиться, это как раз на примере феминистских сообществ видно, то сразу же в обществе появляется контр сообщества, которое говорит, это не наши цели, не наши ценности. В принципе, это очень важно, мне кажется, чтобы действительно сообщество, чтобы мы учились артикулировать ценности, потому что они у нас есть, мы их действительно преследуем, другие люди нам могут в этом помогать. Но не проговаривая этого, мы сводим общество к чему-то такому галогенному. Сообщества превращаются, я не знаю, в готовые проекты. Есть только один тип сообщества, сообщество работает на проект. Мне все-таки кажется, но это только моя гипотеза, что следа гораздо более сложная, и что по меньшему мере есть два типа. Это ориентация на проектную деятельность и изменение самого типа взаимодействия. Мы тоже несколько типов описали. Хорошо, последнее замечание. Это не замечание, даже, так просто много теории, а сейчас практическое вопрос-предложение. Если бы просто прозвучало, что, например, у арт-сообщества, они даже не знают, какие мероприятия будут проходить, чтобы, если бы они знали, возможно, они пришли и меняли с опытом. Если бы была площадка, на которой все сообщества могли размещать все свои мероприятия. Беда в том, что есть такая... Это ничего не даёт. Например, арт-активист, у него анонсы все, начинают кинуть фильмы, заканчивают выставки, фото-выставки, чего угодно. Но это дело же не в том, что нет информационной площадки, а дело в этом нежелании приобретать, расширять свой язык и свои новые практики. Изменять типы социального взаимодействия, изменять представление об идентичности. Без плюрализации и типов социального взаимодействия, идентичности мы не выйдем из этих маленьких сообществ. Я, честно говоря, к вопросу, нужно ли такая площадка, которая объединит все сообщества. После нашего разговора у меня какой-то такой возник скепсис. Может быть, то есть в том случае, если там будут как-то максимально плюрализированы способы, я не знаю, взаимодействия, модели. То есть как-то будет показано предельное разнообразие всех вот этих форм, и за счет разнообразия будет какой-то, все время будет новый тип коммуникации рождаться. Если честно, мне кажется, что родилось в результате дискуссии, что проект как форма коммуникации между сообществами. Ну вот для нас это вопрос. То есть все-таки это проблема. Потому что проект – это один тип взаимодействия. Это можно выяснить, как это все. Что? Можно выяснить это экспериментально. Что? Пробращаем. Попробовала. Нет, но ребята пробуют. То есть они пробуют через понятие сообщества расширять сети взаимодействия. Да, но это такая площадка. Это такая задача. По словам объединения не представлять, что у всех общая какая-то цель четко. Нет. То есть каждый продолжает заниматься своим, но только помогают друг другу в точках, где они не могут помочь. Почему тогда скепсис? А? Почему скепсис? Скепсис – потому что сообщество сложнее, чем ориентация на создание проекта. Потому что и создание самого проекта может по-разному пониматься. Может быть более авторитарный лидер, может быть более горизонтальное взаимодействие. Не обязательно целью сообщества является проект и деятельность. Скепсис еще потому, что когда доходит до реализации совместных, касательно общих благих целей, вот тут и начинается реализм ситуации. Когда один человек говорит, и сообщество говорит, а я все-таки считаю, что так и так будет лучше, я считаю, что так. В итоге общей коммуникации, все могут разругаться, и возникает вопрос, как бы, так не лучше было вообще не начинать этот проект, потому что хотя бы избежать этой ситуации, когда все разругались. Сколько бояться в лес не ходить. Скепсис, у нас несколько позиций сегодня выяснилось. Я эту ситуацию когда озвучивал еще в ходе, когда в центре, что я знаю про эти опасности, и для меня с кем-то вызов, как понять, что можно переходить к проектной деятельности, или пока еще подождать. Короче, ладно, это мои открытые вопросы. Если есть желание, можно как-нибудь отдельно общаться. Окей, хорошо. Ну, спасибо. Надеюсь, что было более-менее на всех продуктивно, и продолжение следует в какой-то форме. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ